Здравствуйте всем! Добро пожаловать! У нас сегодня необычный особенный эфир. Мы будем говорить о детях с аутизмом. Возможно, у кого-то есть еще какие-то вопросы. Почему я имею право говорить? Потому что я работала с большим количеством детей, так или иначе, которые были у меня в школах или в Центрах хранения развития, или на консультациях, у которых есть диагноз рас или диагноз аутизм. Я видела разных детей с речью, без речи, с разными степенями наличия речи, я бы сказала так. И у меня есть достаточно большой опыт в этом. Но отдельно взятым специалистом в этой области не являюсь. Поэтому спрашивайте, пожалуйста, есть ли будет СДВГ у ребенка. Работала с детьми СДВГ, давайте так его назовем. Есть категория детей ненормотипичных, как теперь говорят, с определенными особенностями. И, в принципе, очень важно понимать, что с ними можно и нужно работать. Вопрос «как?». И этот вопрос «как?» – это самое важное, что, наверное, только может быть способов миллионы. Маленькая тележка. Некоторые из них экологичны, а некоторые нет. И я видела не экологичные методы работы с детьми. И хотелось бы, чтобы так с детьми не работали. Работать с детками с ЗПР раз есть трудности у родителей с принятием. Да, конечно. Давайте с этого и начнем, потому что принятие – это, пожалуй, самая такая важная часть морализонского балета, если так можно сказать. Мы все мечтаем, как родители, что у нас родятся чудесные, замечательные, восхитительные дети, здоровые, нормотипичные. Давайте назовем их так. Такие же, как у всех. Ну, только у меня. Будет особенный мой, но такое, как у всех. Все будет в порядке. Он вовремя пойдет, вовремя заговорит. Он будет похож на других. У меня не возникнет никаких сложностей и трудностей. И с ним все будет хорошо. Но часто бывает так, что не так получается. И очень сложно родителю принять, за что, почему, что делать. Со мной не может такого быть. Только не у меня. Видимо, все ошибаются. Нет, нет, нет. Не говорите мне такого. И тому подобное. И я могу привести много примеров. Наверное, один из самых первых случаев, с которым я когда-то столкнулась, где родители ярко вообще не принимали то, что происходит с ребенком, это было лет 17-18 назад. В один из моих развивающих центров привели мальчишку, классного такого мальчишку, 4,5 лет, который не имел желания вообще контактировать ни с кем. Ну, то бишь, он разговаривал, разговаривал много, но этот разговор он вел сам с собой. И он не хотел вообще делать никаких контактов ни с кем. Вот. И у меня была возможность много конкретно с ним работать, наблюдать его в то время, с родителями разговаривать. И вот когда я разговаривала с родителями, то, что я поняла, у них есть двое детей, этот младший, есть ребенок старше, большая разница в возрасте. Со старшим он нормотипичный, он в институте в тот момент учился, а младший не такой, как другие. И родители никак не могли принять. Они говорили, нет, 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 у нас обычный ребенок, такой же, как и все. И этот обычный ребенок не контактировал с другими взрослыми или с другими маленькими детьми. Он контактировал изредка только с членами своей семьи. Вот. И то выборочно. Тогда, когда хотел, и прям они научились его понимать. Он разговаривал очень много, вот они говорили, смотрите, он же говорит, вот, он смотрит мультики, мы читаем его книги, он все повторяет. С ним все в порядке. Но нет, не в порядке. Когда я там разговаривала с родителями, там выяснилось очень много моментов. И вот сейчас, пожалуй, я скажу такую штуку, которая, возможно, возможно, сыграла дополнительную роль. Да? Вот. Потому что где-то три года мы работали с этим ребенком. И были этапы. И, скорее всего, я вам расскажу о том, что вас тоже ожидает в обучающих центрах, чтобы вы не отчаивались. Так вот. Мама этого ребенка занимала достаточно высокий пост, а папа мог работать дома. И вот он остался в отпуске, да, в декретном, по уходу за ребенком дома. И вот так вот кроватка стояла, вот так рабочий стол, вот так вот здесь я работаю. Но ребенок выдался на диву спокойным. И поэтому обращать много-много внимания на него не нужно было кормить, гулять, потому что папа делал это, он обожал сына, но не брал его на руки, не склонялся над кроваткой там первые несколько месяцев жизни, так, как это делают многие мамы. Вот такие, пропа спит, ой, как жалко, что спит, возьму на руки, похожу с ним немножко. Вот. И скоро вот он же проснется, очень хочется подержать на руках, да. И поэтому в возрасте четырех где-то месяцев, вот от двух месяцев до четырех месяцев формируется такая вот ответная реакция у ребенка на родителей. Когда родитель улыбается, ребенок улыбается, родитель говорит какие-то звуки, ребенок старается повторить этих звуков. Здесь такой истории не произошло. И поскольку ее не произошло, но, повторюсь, папа восхитительный, там, заботился и тому подобное. Это может быть одним из факторов, который повлияло на отсутствие там нужной коммуникации. Но не может быть основным просто потому, что мама приходила по вечерам, брала ребенка, там, еще что-то. Ну, то бишь, оно, возможно, сыграло роль, но основную точно нет. И никак не принимали родителей, но они поняли, что есть уже какой-то момент, когда явно, явно сын отличается от других детей. Но отличается от других детей и принятие это штука очень разная. Вот понимать это и принять это штука очень разная. И поэтому иногда, когда папа приходил в центр, а ребенок был либо с детьми, либо я с ним сидела, занималась отдельно. Он мне говорил, почему он не с другими детьми? За что я плачу деньги? Я говорю, за то, чтобы лично я сейчас сидела и с вашим ребенком работала для того, чтобы он потом смог пойти к детям. И вот разговаривая с ним, я выяснила, он говорит, тогда мы не будем вообще с ним заниматься. Я говорю, ну, вам решать, но лучше попробовать что-то сделать. И чем младше дети, тем лучше эта история происходит, чем не пробовать что-то делать. Он говорит, вы не понимаете. Я могу все дать своему ребенку. Если что, он сможет коммуницировать с миром, там, через компьютеры и все. Я говорю, отлично, что вы решили за него. Но жаль, что вы не даете шансов ребенку. И вот в попытке защитить своего ребенка, в попытке там как-то пережить эту историю, многие родители бросаются в две крайности. В две. Первая крайность. Этого не может быть. Вот напишите, пожалуйста, у кого такое было. Этого не может быть. Это нет. Все ошибаются. Этого не может быть. Другая крайность. Ну ладно, что-то есть. Я буду всем обеспечивать для того, чтобы он ни в чем не нуждался. А есть вообще третья дорога. И эта третья дорога, окей, что мы будем делать? И что можно сделать? Потому что, пожалуй, она самая верная. Вот других в крайности этого не может быть. Значит, мы игнорируем что-то. Я видела много таких родителей в своей жизни. Много. С разными диагнозами были дети. Я видела много родителей, которые такие, не может быть. Не-не-не, ошибаетесь. И я не врач, я не ставлю диагнозы. Дети приходили с кучей диагнозов. Вторая история. Оградим от всех. Будем там пылинки сдувать. Оградим от всех. Как-то вот все оно будет. И вот эти две крайности, особенно для начальной стадии, самые-самые характерные. И все-таки большинство родителей выходит на путь, что надо с этим что-то делать. Хорошо, мы с этим живем, с этим надо что-то делать. У меня такое было, но я верю, что это просто другой объем работы и подход. Вот и все. Читаю. Спасибо за тему. У нас дочь больна. Сын 7 лет с раз. Как подготовить к школе? Коррекционный спецкласс. Сейчас поговорим о многих вещах. Добрый день. Моя дочь с раз, 4,5 года. Боится пробовать новую еду. Есть только каши и макароны, жевать. Умеет? Помогите, как разнообразить рацион. Поговорим сейчас. Сейчас мы заденем многие темы. Здравствуйте. Сыну почти 5. Тревогу стали бить 2 года назад. Только сейчас услышали раз. Ходили в Центр патологии речи. Сейчас занимаются слогопедом. Как помочь ему адаптироваться в это мир? Давайте поговорим. У меня тут тоже еще есть вопросы. Я постараюсь максимально на какое-то количество ответить. С моей точки зрения, что бы я рекомендовала делать. Давайте разберемся немножечко вообще с классификацией. Если мы говорим об аутизме, из последнего, что я слышала, мне кажется, что из классификации убрали аутизм и оставили только раз. Расстройство аутического спектра. Если раньше аутизм подразделялся на 3 уровня. Легкий, средний, сложности и тяжелый. То сейчас оставили раз и распределили на 6 категорий. Но эти 6 категорий будут отличаться только есть речь и нет речи. Но в целом она точно так же остается легкая. Например, есть речь, нет повреждения интеллекта. Сохранен интеллект и речь есть. Значит, сохранен интеллект и есть проблемы с речью. Второй уровень будет сложности. И третий, есть интеллект, нет речи. Следующая история будет такая. Не совсем в том объеме интеллект, который нужно, но есть речь. Не совсем интеллект с речью проблемы. И самый тяжелый. Невозможно определить, какой интеллект у ребенка. И речи тоже нет. И это очень сложная классификация. И в этой сложной классификации еще нужно понять, что существует такое понятие, как высокоинтеллектуальный аутизм. Или, например, и высокофункциональный аутизм. У нас может быть история с... Я попробую объяснить, что это значит, чтобы можно было как-то ориентироваться. Например, многие слышали о таком диагнозе, который аспергер. И, как правило, у людей с аспергером очень высокий коэффициент интеллекта, как правило. И они могут там жить, работать. У них могут быть должности. Я лично знаю достаточно большое количество людей с аспергера, которые занимают высокие посты в разных компаниях. У них есть специфика в коммуникациях с другими людьми, специфика в поведении, специфика в том, как психика их работает. Но они могут быть людьми, которые вписались в социум. И таким образом могут самостоятельно, что очень важно, функционировать в жизни. Без поддержки каких-либо других людей. Все равно есть сложности, но тем не менее. И это пример первой градации интеллект, речь. Когда все есть, и даже больше, чем, возможно, у норматипичных детей есть возможности. Есть много примеров аутизма, когда речи нет, а с интеллектом все в порядке. И мы можем говорить о синдроме Саванта в этот момент времени. Когда однажды увидев какую-то картинку, человек может детально вообще отобразить ее до малейших деталей. Ничего не забудет, ничего не упустит. Но при этом не разговаривает, например. Отсутствует речь и отсутствует целый ряд навыков коммуникации. Но зато есть какой-то особенный талант или дар, который, возможно, тоже можно использовать в жизни. Потому что очень многих родителей беспокоит вопрос, можно ли как-то адаптировать ребенка в жизнь. Что делать? Я же не вечный, как-то надо адаптировать детей в жизнь. И мне нужно быть уверенным, что с ребенком все будет в порядке. Если вы смотрели «Человек дождя» и помните этот момент. С Дастином Хоффманом и Томом Крузом. Если не смотрели, посмотрите, пожалуйста. Здесь очень важно помнить момент, когда зубочистки упали, он мгновенно посчитал. Хорошие математические способности, но невозможность общаться. И почти все свое время человек провел в больнице, где за ним смотрели. Чтобы не уходить там далеко, возвращаемся к принятию. У нас есть только эти дети. У нас нет других детей. У нас есть только эти. И нам нужно понять, что они отчаянно нуждаются в нашей помощи. Глобально, что такое аутизм, вряд ли кто-то расскажет. Вот ученые пока не знают. Мы можем думать, предполагать. У нас есть наблюдения различные. Но вот так, чтобы сказать, мы определились. Вот ученые сказали, мы определились. Мы точно понимаем, что происходит. Почему это происходит. Из кучи теорий. Еще и очень часто на родителей психосоматику вишут, что это вы виноваты. Это вы где-то там провинились в какой-то карме. Не верьте, пожалуйста, в это все. Потому что никто точно вам не скажет, что это, как это, почему это. Пока есть наблюдения, есть предположения. И ведутся какие-то исследования, которые длятся годами. И пока они ведутся. И возможно, ученые подскажут, каким образом лучше все взаимодействовать, что происходит. Нам нужно оказать поддержку нашим детям. Повторюсь, у нас нет других детей. У нас есть только эти. И они потрясающие, классные. И может, это с нами что-то не так, честно говоря, в этом мире. Просто потому, что нас большинство нельзя считать норматипичных людей какими-то особо здоровыми, особо правильными, показательными или еще какими-то. Только на одном том основании, что нас больше в этом мире. Ну вот приведу пример из личной жизни. Я родилась и была левшой. И в то время, когда я была левшой, нельзя было быть левшой. Ну вот нельзя было быть левшой вообще ни разу. Это наказывалось, это пресекалось. Мне в школе привязывали руку. Мама там, когда видела, что я вилку беру в левую руку, там стучала по столу, подлетали тарелки. Я не понимала, что от меня хотят. Ну вот я не понимала, что от меня хотят. Оказывается, нужно было там вилку или ложку взять в другую руку. Ну если тебе присуще именно так, ты этого не понимаешь. Это непонятно, незаметно. И поэтому так сложно. Но почему-то неправильно, потому что другие правшие, понимаете? Посмотрите на историю сейчас. Я сейчас рассказываю историю 70-х, потому что я родилась в 1974-м. Посмотрите то, что происходит сейчас. А сейчас для правшей есть что там? Ручки, тетрадки, парты, ножницы. Масса всего. Для левшей вернее. Левша так левша, вообще ни разу не вопрос. Левшей, чтобы было понятно, четверть людей в мире. Вот. И я не знаю, может быть опять как-то пойдет какая-то волна. И в каком-то следующем поколении опять это будет нельзя. И, к сожалению, решение прямое просто большинство людей. На основании того, что их больше. Но на основании того, что их больше, не означает, что они правы. И если мы говорим о детях с диагнозом РАЗ, аутизм, мы можем говорить о том, что это пока настолько неизведанная штука, что взрывом мозга для многих, многих вообще, было, когда были опубликованы записки девочки-аутистки. Потому что все, вот большинство врачей склонялось там к тому, что что-то не так с умом. Если не разговаривают, если там, не знаю, время от времени это воспринималось как капризы, да, происходят какие-то вот такие нервные очень всплески, возможно, какие-то агрессивные выпады. Мне даже не очень хочется говорить такие вещи, потому что агрессивными они воспринимаются только с точки зрения кого? Нормы типичных людей, которые там, им непонятно, почему человек так себя ведет. А то, что человек не может донести свою точку зрения, то, что человек не может объяснить, что ему нужно в этот момент, и ему приходится каким-то образом там повышать голос, делать какие-то движения, как-то заявлять о себе, сразу же отнесли к категории агрессии. И это не есть, ну, хорошая история, да. Вот, и вообще до этого там считалось, что умственно отсталые, что, ну, шансов нет, умственно отсталые, прям писался такой диагноз. Но потом, когда были опубликованы письма этой девочки, мир вздрогнул. Мне кажется, впервые мир вздрогнул, когда она, ее научили просто печатать, у нее не было речи, ее научили печатать. Вот, и она стала писать то, что она чувствует. И то, как она писала, многие нормотипичные люди, собственно говоря, могли бы позавидовать слогу, уровню глубины понимания многих процессов и тому подобное. И вот она писала, что у меня есть ощущение, что я замкнута в очень тесной коробке, там, что мне давит. И когда я там бьюсь головой об стену, это не потому, что мне хочется биться головой об стену. И не потому, что мне там в этот момент мне нечего больше делать, а потому, что мне кажется, что моя голова расколется просто от того давления, которое я испытываю. И таким образом я пытаюсь снять часть этого напряжения. И еще раз повторюсь, мир вздрогнул. Потому что до этого считалось, что ничего из разряда подобных концепций не может находиться в головах у людей без речи, а с диагнозом аутизм. Отсюда вытекает следующий момент. Опять же, не миром диктуют правила людей нормотипичных, которые говорят, это нормально, это ненормально. Но не факт, во-первых, что это правильно, и что это как-то имеет под собой основание. То, что другой не такой, как я, не означает, что этот другой хуже меня или еще что-нибудь в этом духе. И что я имею право указывать ему, каким ему нужно быть. Поэтому, уважаемые родители, первое, что мне хотелось бы прям очень сказать вам, у вас есть только эти дети, других нет. И очень важно понимать, что они нуждаются в нашей поддержке. Каким образом оказать поддержку? Это многое способов, и мы сейчас чуть-чуть проговорим о них, но точно это так. И когда мы делаем вид, что ничего не происходит, мы теряем время. Почему я говорю, мы теряем время? Потому что мозг маленьких детей очень быстро и бурно развивается с рождения до первых 7-8 лет. Даже если какая-то катастрофа произошла, и мозг ребенка получил физическое увечие какое-то, он настолько старается восполнить отсутствующую функцию, которую он потерял, что пытается выстроить нейронные связи в десятки раз обходными путями, но потому что такой огромный компенсаторный механизм есть у человека для того, чтобы как-то сделать функциональность человека выше в этой жизни. Поэтому первые годы очень важны. Про крупные девчинки, вот ты с тобой говоришь, назвать бы, ласка. Не помню. Я читала это лет 12 назад уже. Не помню. Но если вы поищете, вы найдете. Вы просто пересмотрите огромное количество информации, и вы будете находить такое. Поэтому принятие, наверное, один из самых сложных моментов, но рано или поздно оно приходит. Но лучше, если оно придет раньше. Порой, знаете, что нужно сделать? Порой принятие никак не приходит. Но в голове должна стучаться мысль. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Нужно искать. Нужно разобраться. Нужно понять. Надо что-то делать. И вот это надо что-то делать. Для многих людей легче будет не пытаться философствовать, а просто понять, что надо что-то делать. И таким образом начинать искать помощи и поддержки у хороших специалистов. В ключевой момент хороших специалистов. Сейчас какой рукой вы все делаете? Двумя руками делаю. С одинаковой легкостью делаю двумя руками. Вот. Если плюс-минус это понятно, давайте скажите мне. Я буду проходиться по вопросам. И если еще будут оставаться вопросы, будем об этом говорить. Потому что у меня здесь есть вопросы, и я хочу на них опираться. К принятию скажу еще такую штуку, потому что... Почему может быть осложнено принятие? Потому что у многих мам есть послеродовая депрессия. А послеродовая депрессия — это такое состояние, которое... Это болезнь. Депрессия — это вообще болезнь. И она осложняет вообще восприятие всего. Сил нет ни на что. И если еще есть диагноз у ребенка, который мы уже услышали, или мы понимаем, что что-то не так, это может усугубить депрессию. А что такое, когда депрессия усугубляется? Мы не можем адекватно вообще оценивать ситуацию. Нам кажется, что мы адекватны. Нам кажется, что мы принимаем решения, правильные какие-то решения принимаем. Но на самом деле это не так. Потому что наше состояние другое. Мы видим ситуацию через призму. Больше мрачную, я бы сказала так. До принятия диагноза прошла все этапы. Угу. У меня дочка ДЦП ходит, говорит сейчас ЗПР. Угу. У нас учились дети с ДЦП. Я работала с родителями, у которых дети с ДЦП. И если вы в Украине, возможно, станет легче. Обратитесь, пожалуйста, в центр Берсени. Просто с хорошими специалистами очень большой напряг. Есть много людей, которые совершают имитацию бурной деятельности, ИБД. Родители верят в это. И результаты могут быть совершенно разные. Поэтому если у кого-то есть хотя бы какой-то контакт хороших специалистов, нужно всегда делиться, объединяться в какие-то группы. И я знаю, что с ДЦП хорошо работают. В центре Берсени в Киеве есть такой неврологический центр. Если вы имеете возможность туда обратиться, будет круто. Я знала мальчика, который родился с достаточно тяжелым ДЦП. Но его родители, мне кажется, жизнь положили на него. И когда я его видела в 11 лет, он не в жизни скажет. Брейт танц, танцевал, массу всего делал. Очень смышленый, классный, все в порядке. Единственное, что, пожалуй, напоминало ДЦП, это очень неустойчивая нервная система. Он легко вспыхивал, и сложно ему было восстановиться, чтобы прийти в спокойствие. Но в целом есть огромное количество методик, которые позволяют работать с этим. Так, мне переучили. Прямо родители контролирули, как я кушаю, как пишу. Помогают ли остеопаты при аутизме? Я не могу сказать, помогают ли остеопаты при аутизме. Но я точно знаю, что родители пытаются разные способы применить. И мне кажется, лишним не будет, но только если вы найдете хорошего специалиста. Кинезиологи, да. Потому что часто аутизм, как один из и ДЦП, и аутизм, и многие вообще детские заболевания, они связаны часто не только с тем, как функционирует наша нервная система, но и с тем, как это отображается в теле. Есть куча зажимов, есть спазмирование. И вот если вы обратитесь к хорошему кинезиологу, это доказательная медицина. Остеопатии нет, но, возможно, ее еще не доказали. Но кинезиология – доказательная медицина. И я видела, как дети, которые ходили ко мне, ходили к таким специалистам, и им физически становилось легче. Когда физически становится легче, напряжение меньше. А если напряжение меньше в теле, то напряжение меньше и в состоянии. И поэтому намного легче становится детям вообще управлять своими эмоциями. Поэтому попробуйте, пожалуйста, поищите хороших специалистов и обращайтесь к ним. Я остановилась на депрессии. И я очень рекомендую всем пройти бесплатный онлайн-тест Шкала Бека, который позволяет понять, есть ли у вас депрессия или нет у вас депрессии. И если есть, то какая стадия. Потому что там есть легкая, средняя и тяжелая. Средняя и тяжелая, если у вас выдала по баллам, и там это видно. Первое, что вы делаете, вы идете к психиатру и начинаете лечиться. Потому что это как там рост печени, да, он будет усугубляться, он сам по себе не пройдет. Это как перелом, который нужно, чтобы квалифицированная помощь была. Это не просто психическое состояние. Это психическое состояние, это то, что мы видим. А внутри произошли уже изменения физиологические. И человек нуждается в помощи. Почему я об этом говорю? Потому что очень многие мамы не знают, что у них депрессия. Им кажется, я просто устала, у меня просто такой особенный ребенок. Я просто, ну, чему радоваться в этой жизни, да. И таким образом им еще сложнее быть опорой для своих детей. Напишите мне, пожалуйста, вот сейчас, если это понятно, что мы есть опоры для наших детей, особенно когда они маленькие. Дети от нас зависят физически, финансово, эмоционально, ментально. И если мы не можем оказать им эту опору, и нам самим бы найти где-нибудь порой опору, да, получается, что мы не можем достаточно качественно производить свою родительскую работу, делать свою родительскую работу. Поэтому простой текст, бесплатный абсолютно, шкала БЭКа в интернете позволит вам понять ваше состояние. Если депрессии нет, окей, у меня просто сегодня плохое настроение, я просто устала. Нормально в жизни такое бывает. Но если у вас есть депрессия, да, и люди еще и по-разному ее переносят, то первый человек, к которому нужно обратиться, не психолог, не психотерапевт. Психотерапевт вам нужно к психиатру. И вам нужно начать лечить, если оно у вас есть. Вам легче станет вообще воспринимать мир, диагноз, искать какие-то пути решения проблемы, пути решения насущных задач, которых миллион, и маленькая тележка в каждом дне родителей особенного ребенка. Если это понятно, напишите мне, пожалуйста, Марин, понятно? Вот, чтобы я могла двигаться дальше. А если у ребенка был раз, и он уже вырос, 16 лет, бесполезно что-то делать, не поможет ничего. Раз невозможно назвать был, он есть. Я пока не видела еще ни одного случая, когда раз снимался. Вот. Это навсегда эта история. Поэтому, как сейчас проявляются у ребенка? Среди нас много людей с высокофункциональным аутизмом. Например, Илон Маск говорит, что у него высокофункциональный аутизм. И мы, вот если зайдем в Google, вопьем люди с высокофункциональным аутизмом. И вы встретите достаточно много людей. Есть комики с высокофункциональным аутизмом. Это в той или иной степени достаточно большой группе людей присущий. Не очень-очень большой группе, а достаточно большой группе людей присущий. И есть разная степень проявления, как я уже говорила, от легкого, да, где мы это чувствуем просто как, ну, невозможно вписаться в среду сверстников, например, или других людей, потому что не понимаешь, как люди принимают решения, не совсем понимаешь подтекст того, о чем говорят люди и тому подобное. А есть сложная очень степень, когда нет речи, нет коммуникации, когда очень сложно вписаться. Поэтому, когда мы говорим, нам нужно понять, что поставили, какой диагноз поставили. Смотрите, аутизм диагноз или раз ставят врачи. Опять же, не психолог, не психотерапевт. Это ставит психиатр. Напишите мне, пожалуйста, кто был у психиатра и ребенку поставил психиатр, а не кто-то просто сказал, мне кажется или я думаю, что здесь наблюдается вот это. Это не диагноз, потому что целый ряд исследований нужно пройти, чтобы определить. Вот хороший вопрос. Расскажите, пожалуйста, как применить обычные стратегии воспитания с ребенком сразу. Я все делаю, но не все работает. Дочка просто стоит, что-то воспринимает, видимо, а что-то нет. Сейчас диагноз вообще не ставят, по крайней мере, не в Японии. Ок, мозг развивается и они меняются. Были у лучшего специалиста. Но что-то же они вам говорят, потому что откуда-то же вы взяли, что ребенок сразу, что вам сказал лучший специалист. В разных странах, я же говорю, поменялось вот это описание болезни и классификация болезни. И убрали оттуда аутизм, поставили раз, расстройство аутического сперва. Вот. И не факт, что не поменяются еще там спустя какое-то время. В США поставили диагноз педиатр и невролог. Оба врачи, но педиатр. Ну, возможно, на основании того, что там кто-то описал и по классификации. Ок, но это хотя бы врачи. Да, боли у психиатра. Стоит раз, сын 7 лет, легкий аутизм. Раз. Мы с вами говорили о взаимодействии в воспитании. Нужно понимать, что есть особенности с коммуникацией, есть особенности с нервной системой. И когда мы говорим, а можно ли коммуницировать вот так вот обычным способом с ребенком сразу, у меня будет ответ и да, и нет. Потому что если это, например, Аспергера, да, то в принципе да, можно. Ну, как бы вы увидите сложности, но в целом это обычное взаимодействие будет. Но сложности все равно будут. Потому что такой ребенок напряжен, его тело напряжено, голова опущена вниз, глаза из-под лоби. Вот так вот сжаты, вы не видите, но я подниму руки. Руки сжаты. Очень легко взрывается. И из этого вытекает следующее, что когда мы напряжены, стоит ли быть строгими? Вот напишите, пожалуйста, уважаемые родители, буду вот так и разговаривать. Стоит ли быть строгими, когда ребенок напряжен? Это даст результат или не даст результат? Потому что у меня есть история, когда ко мне ходил ребенок с Аспергера. У папы у его Аспергера, и он как раз занимает один из там очень высоких постов в одной очень международной компании. И близнецы родились, абсолютно нормотипичная девочка и мальчик с Аспергера. И когда он, например, начал ходить в нашу школу, а у нас такое, очень хорошее отношение было к детям. Его невролог через три месяца спросил у родителей, вы что, какое-то новое лечение применили? Я не узнаю вашего ребенка. Она вела его срождение. Он говорит, нет, просто в другую школу перешли. И почему я об этом говорю? Потому что потом, еще через восемь месяцев, была такая же история, когда опять был прям такой большой скачок в поведении этого ребенка, в том, как он себя чувствует, в лучшую сторону. И невролог опять спросил, что-то случилось? Вы что-то новое нашли? Они говорят, нет, мы все еще продолжаем ходить в ту же школу. Одной из важных, вот сейчас очень важно это понимать, важных характеристик общения с любым ребенком, с ДЦП, с ребенком с РАС, с ребенком, у которого есть какие-то особенности. Вы не можете быть, я не рекомендую вам быть строгими. Потому что так или иначе, нервная система такого ребенка пребывает уже в напряжении. Ваша строгость, какое-то заставляние что-то, как-то, почему-то делать, приведут лишь к тому, что нервная система еще больше будет напряжена. И у нормативного человека в таком случае мы начинаем странно действовать. Кто-то в напряжении суетится, а у кого-то ступор, он не знает, что делать. Мы плохо функционируем, находясь в напряжении. Напишите мне, мне кажется, не даст, усугубит. Совершенно верно, Олеся, усугубит. Не даст результат, усугубит. Результата не будет, а состояние будет усугубленное. И отсюда вытекает следующее. Вы видели и знаете, что есть методики работы с детьми с РАС, где заставляют, где там ребенок рыдает, он его не успокаивает, никто вообще не парится по этому поводу, а его заставляют что-то делать, а потом, как в цирке, если ему удалось сделать его, кормят. И на мой взгляд, вот я про это и говорю, ЭБИ, там же дрессура. Вы можете мне не верить. Я же говорю, я не являюсь большим специалистом в этой сфере. Я работала с такими детьми и видела, как по-разному может влиять совсем другой подход. И у меня был ребенок, которому применяли, он не разговаривал. ЭБИ и педагог приходил на территорию нашего учебного заведения. И я, когда увидела, что она с ним творит, я говорю, родители, вы в курсе, что женщина весом в 70 кг садится верхом, когда не слушается ваш ребенок, на вашего ребенка, и таким образом держит его, заставляя его потом делать то, что она хочет. Но когда родители в ужасе, они не знают, куда бежать, и им говорят, что именно эта методика хорошая, они готовы верить даже в такие ужасные штуки, как это. И поэтому хочу сказать, что мы люди, то, что мы не понимаем, как устроен мозг человека с аутизмом, не говорит о том, что его надо дрессировать, как в цирке. Здесь скажу, как специалист. Любая дрессура. Вот приведу пример с норматипичными детьми. Ребенка можно надрессировать. Надрессировать реально. На стишки, чтобы он рассказывал. На то, что он знает азбуку. На то, что он знает кучу фактов. И вот этот ребенок будет отличаться от других детей тем, что у него там больше а-ля познаний. Но это не делает этого ребенка талантливым или гениальным. Потому что дрессура – это всего лишь дрессура. А гениальный ребенок – это особый способ мышления. И в этом огромная разница. Более того, дрессура упрощает очень многие вещи. Мы вызубрили. Часто не поняли того, о чем зубрили. Можем продемонстрировать на публике, как в цирке демонстрируют. Но это не меняет способ мышления. Поэтому работать надо со способом мышления. А не с тем, чтобы обтесать человека, для того, чтобы он выглядел, как мне кажется, должны были бы выглядеть обычный ребенок. И вот ЭБИ – это как раз вот такая история, когда дрессируют и дают подкрепление, если ты что-то сделал. Но мы не говорим здесь о том, что какие-то особо важные процессы в этот момент происходят в уме. Наоборот, это упрощенная история. И она плохо работает. Здесь бы усложнять. Понимаете? Не упрощать, как ни странно, а усложнять. Говорить с ребенком полными предложениями, объяснять что-то, показывать взаимосвязи всего в мире, если мы проводим обучение. Общаясь с таким ребенком, уважительно относиться к его состоянию, понимать, что всегда ребенок с раз, так или иначе, или с ДЦП, потому что очень нервная система, такая подвижная, неустойчивая, я бы сказала. У обычного человека достаточно большая емкость терпения, я бы сказала так, спокойствие, которое гарантирует нам терпение. Ну, что-то пошло не так, ну, что-то пошло не так. Ну, окей, мы это понимаем. Но есть люди, у которых эта емкость, ну, как бы там нету, вот эта емкость, нет объема, там минус, там дефицит. И когда мы создаем давление, они взрываются. Или когда что-то идет не так, происходят взрывы. Поэтому мне часто спрашивали мамы, там, детей с аутизмом, вот, очень сложно собраться утром, там, в садик, в школу, или еще куда-нибудь. Постоянно рыдает, мы постоянно опаздываем. Я говорю, подождите, мне приходится подгонять. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Вообще никаких подгонять. С этими детьми так не работает. Наоборот, лучше раньше разбудить, но никаких подгонять. Потому что, как только вы начнете, если вы начнете подгонять, у ребенка нервная система мгновенно будет напрягаться, у него есть своя скорость, свое как-то понимание того, что, зачем должно быть, и вам бы подсмотреть. И встроиться в этот процесс, и поддержать этот процесс, и ни в коем случае, это отвечая на вопрос, как в быту, да, и ни в коем случае не ломать этот процесс. Потому что тогда ребенок больше вероятность того, что не будет препятствий на пути сбора куда-то. И да, вы, может, спешите, и да, любой другой бы понял, что надо засуетиться, и то не все из норматипичных. А если мы с вами говорим о детях сразу, на них это работает с точностью, да наоборот. Как только мы поторопили, все, у нас начинается проблема. И эта проблема будет в том, что ребенок будет плакать, сопротивляться, вы будете тратить усилия, чтобы как-то продвинуть его дальше. А он будет сопротивляться до последнего, чтобы не продвинуться в каком-то процессе дальше. Результат. Все издерганные и сложно обеспечить спокойную рутину. А спокойная рутина, в первую очередь, это обязанность родителей. Нам нужно, зная своего ребенка, зная, что он любит, какая последовательность для него важна, а для этих детей всегда последовательность важна. Не нарушать это. Не пытаться ускорить что-то, не пытаться замедлить что-то, не пытаться построить какой-то новый процесс. Важно поддержать определенный процесс, потому что иначе нервная система входит в ступор. И она, вот, если бы она могла говорить, внутри звучало бы такое, шеф, все пропало, все пропало, все пропало, все пропало, все пропало, все пропало. А когда вот там только рефреном звучит, шеф, все пропало, там не звучит, что нужно делать, что нужно как-то перестроиться, что нужно как-то влиться в какой-то процесс там вот шум в голове а-ля шеф все пропало все пропало думать невозможно а значит и действовать невозможно поэтому в быту очень важно подсмотреть за ребенком как он выстраивает процессы сколько времени у него занимает выстраивание каких-то процессов вписать это в расписание и не нарушать это очень важно начинать собираться чуть раньше можно да так в этом ты все и делаешь что нужно начинать собираться раньше на идее тоже очень много такого просто его модифицировали ольга в последнее время эту систему пытаются оживить ее модифицирует но почти в любой системе работы с детьми аутистами есть насилие и очень часто можно видеть ролики как педагог силой заставляют взять что-то в руки я вчера только смотрела нанизать значит эти пирамидки правильно ребенок рыдает истерит но взрослый как правило большой человек силой заставляет это все сделать и говорит что это правильно вот а что вы не понимаете мы работаем с особенными детьми и это правильно я хочу сказать что это не правильно у любого человека есть моменты когда он больше расслаблен и вот в эти момент когда он расслаблен имеет смысл проводить занятия но а значит нам нужно как родителям сконцентрироваться на том чтобы расслабить центральную нервную систему наших детей чтобы меньше было напряжение у детей с раз с дцп с двг очень часто история она по-разному выражена в теле но эта история это о том что эти дети нуждаются в массажах эти дети нуждаются физической реабилитации этих детей очень важно и нужно научить там медитациям правильному дыханию всему что приводит нервную систему в порядок физическим упражнениям которые расслабляют и вот на моменте расслабления имеет смысл работать и да порой бывает очень сложно у нас например училась девочка у которой простым языком когда она родилась атрофия мышц была она глотать в чем самостоятельно в четыре с полной года научилась глотать самостоятельно и мы все прыгали до потолка потому что это огромный прогресс а в шесть лет она могла есть только взбитое пюре и ничего другого все еще вот пережевывать ей было почти невозможно да но там очень крутые усилия приложили родители очень много реабилитации было физической и бабушки дедушки с двух сторон огромные молодцы и родители так и грелиак вам мы приводим для того чтобы была стимуляция мозга в результате к чему веду в результате к восьми годам к восьми годам до мало кто мог вообще но сказать что с ребенком что-то не так но идет но немножко тянет ногу они просто не видели всех тех процессов которые происходили и через что прошло с этому ребенку пройти и да такие дети настолько устает от физической реабилитации что реабилитолог или родитель должны неукоснительно это делать неукоснительно делать упражнения несмотря ни на что потому что ребенок может не хотеть это сделать как любой человек может не хотите делать поэтому шутками прибаутками меняя что-то но это все все равно нужно делать потому что без этого крайне сложно напишите мне пожалуйста у кого из ваших детей есть физическая реабилитация если у них есть какие-то но диагнозы которые мы здесь обсуждали потому что физическая реабилитация будет важно прям очень важно она серьезно влияет на состояние ребенка на систему взаимосвязи между мозгом координации тела и на многое другое она будет одним из ключевых моментов нужно стимулировать мозг и нужно стимулировать тело чем больше мы стимулируем мозг и стимулируем тело тем лучше мы получим результаты девочка говорила играла но мать их бросила и она как будто откатилась к шестимесячному возрасту бросила и в год сейчас девочки три года мне недостаточно данных но такое может быть просто непонятно в каких условиях дети сейчас находятся кто с ними и что делает как воспитывать гиперактивного ребенка прочитать книжку екатерина мурашова дети тюфики и дети катастрофы до тюфики это будет гиперактивные гиперактивные это катастрофа рекомендую всем родителям понять не вот что происходит с ребенком да и нужно понимать следующее что это дети у которых огромное количество энергии поэтому им нужен спорт если мы говорим про гиперактивных в большом количестве нужен спорт на перерывах школе нужно поговорить с учителями они должны бегать прыгать кучу всего делать потому что иначе они будут ходить и толкать там всех подряд и будут большие проблемы из-за того что такой ребенок шел и просто аля нечаянно там стукнул кого-то вот это как минимум то что нужно воспитывать нужно также как любого другого ребенка просто с пониманием того что этот как это как ребенок с 10 батарейками дюрасель внутри и нужно дать этим батарейкам выйти в правильное русло как минимум хорошо у меня есть еще ряд вопросов я сейчас на них буду смотреть и мы будем продолжать говорить депрессия поговорили выйти из депрессии и таким образом мы можем помочь нашим детям поэтому родители напишите мне кто проверял себя на депрессию совершенно верно аутизм раз это многонациональное расстройство туда же регулируя пашт мочи можно добиться потрясающих результатов главное не травите я не буду там дальше читать потому что я не врач и не могу не буду на весь эфир говорить о чем я не разбираюсь но я говорила уже что ученым очень мало об этом известно поэтому первое что обычно делают это убирают глютен и убирают молоко и убирают сахар и многим детям становится значительно легче на таком питании в котором нет глютенов нет лактозы и нет сахара а им становятся результаты потрясающие есть не всем это подходит но какому-то количеству подходит поэтому понимаете мы разные люди с разными особенностями раз настолько широкий спектр что конечно со временем найдутся определенные категории они будут более точно выписаны нужно пробовать нужно пробовать самые новые кита методики которые существуют и и пробовать как-то облегчить состояние ребенка чтобы ему легче было воспринимать что-то чтобы ему легче было справиться со своим состоянием потому что часто от того что невозможность ну как бы ребенок испытывает много напряжение фоново он привыкает к этому и любое давление сверху занятия там или родители что-то попросили или какая-то коммуникация приводит к срывам здесь бы расслабить а способов расслабления есть миллионы маленькая тележка даже изменение ph мочи название теста для депрессии шкала bk с двумя к вот кто из родителей проходил пишите кто проходил вот потому что здесь много есть моментов эта область которая изучается здесь много догадок много какого-то экспериментального направления чтобы сказать точно вот эта штука сто процентов работает она гарантирует никто вам такого не скажет но пробовать важно и нужно поэтому я говорю что потеря времени на начальном этапе может осложнить дальнейшее и и и настоящее что самое важное вот но только не относитесь пожалуйста к детям как к животному которого которых нужно дрессировать мы сложно устроенные организмы наш мозг настолько сложно устроен что опускание на уровень там дрессуры тормозит многие процессы есть депрессия очень долгое время что вы с ней делаете лечите или не лечите потому что от этого многое может менять можно ли вывести ребенка из аутизма повторюсь я не являюсь большим специалистом в этой области вот я не знаю я не слышала о таком возможно когда-нибудь ученые придут и врачи к тому что да возможно будет это сделать но я о таком не слышала но я видела и знаю что можно облегчить состояние да вот можно подняться на ступенечку выше иногда на две ступенечки выше можно подняться и здесь очень большой роль будет играть когда идет телесная реабилитация и когда очень много сложных посылов для мозга что такое сложный посыл для мозга у нас учился ребенок например у него аутизм у него на момент который я там его вначале видела и потом видела да это состояние когда было тяжелее степень но родители столько всего сделали ездили в израиль на реабилитации там перепробовали огромное количество методик постоянно занимались каждый день коррекционные занятия и тому подобное и на момент похода в школу например этот ребенок разговаривает это не спонтанная речь как у нас с вами но это уже и не эхо речь как у многих это уже что-то среднее между этим когда на разные вопросы ребенок может ответить но вести легкий спонтанный разговор он не может ну и у многих детей с раз есть вот это эхо речь когда они повторяют из мультфильма фразы из книжек фразы из фильма фразы этого достаточно много но вот так вот сесть поговорить вот увидел вопросы мгновенно на него начал отвечать полными предложениями нет но уже таки легкое начало было и продолжали они реабилитацию он ходил к нам и а у нас в школе было два дня на английском два дня на украинском и один день на немецком вот и я помню что не ходит он и не ходит на этот немецкий я спрашиваю почему объяснить почему ребенок не ходит на немецкий вот и слышу много говорят о том что нет не надо что врач который ведет ребенка запретил из другой стороны что это лишняя нагрузка что нельзя но нужно понимать что это может быть лишней нагрузкой при неправильной подаче и может быть наоборот расслабляющим фактором и очень интересным фактором для ребенка если подается очень интересно и вот вот здесь ключевой момент помните говорила что нужно нагружать а не упрощать но нагружать нужно правильно нагружать нужно так чтобы нравилось очень вот и я помню там год он не ходит два не ходит там на третье приезжает этот врач я начинаю разговаривать с врачом игры пожалуйста попробуйте давайте рискнем раз вы здесь вы все равно наблюдаете за ребенком там его стране давайте попробуем просто он говорит ну давайте попробуем ребенок начинает ходить на еще один дополнительный немецкий день и врач говорит о чудо ему лучше я точно не вижу ухудшений а чуть чуть лучше вижу почему потому что классный преподаватель вел потому что в восторге потому что ну в целом ребенок очень позитивно относился к школе ну и тому подобное поэтому обратите пожалуйста внимание вам многие будут говорить о том что о боже там не не перенагружайте ребенка а если а что такое не перенагружайте ребенка вот что это такое это как бы давайте помолчим ничего не будем там делать давайте не будем никак стимулировать мозг для того чтобы он выстроил нейронные связи глядишь какие-то нейронные связи постепенно 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 набравшись в определенном количестве дадут возможность подняться на более высокий этап ребенку понимаете и все у у задержка речевого развития задержка умственного развития для всех таких детей классно работает история которая прям нужно постараться мозг стимулировать многогранно и очень много не забывая о теле но правильно поэтому читаем все книжку горды гартнера великолепная пятерка особенно заостряемся на дисциплинарном способе обучения и мышления и только через это поддаем новое знание потому что от количества занятий которые выполнены неправильно не будет усложнение структуры мозга будет упрощение структуры мозга и не будет результат который вы хотите а если вы будете дисциплинарным методом взаимодействовать с ребенком будет результат которого выгодами пытались добиться обычными методами она не сработала говард гарднер великолепная пятерка читаем разбираемся и первый блок дисциплинарный способ мышления это то что важно знать на зубок вообще всем родителям вообще в мире всем учителям в мире потому что так знание легче заходят и вообще обучение в радость начинает быть да но также нужно понимать что это единственный способ который очень круто работает для того чтобы мозг получил хорошую нагрузку правильную нагрузку и с такими детьми много занимается занимается неправильно поэтому результаты минимальные но если начать правильно заниматься ваш результат результат вашего ребенка удивит скажите мне пожалуйста запомнили ли вы книжку говард гарнер великолепная пятерка прочитать всем знать на зубок изучить что такой дисциплинарный способ мышления и каким образом взаимодействовать с ребенком через дисциплинарный способ мышления ну вот мы сенс аутизма очень быстро истощаем если вовремя не заметить приближение к перегрузу то будет длительная истерика и выброс эмоций да да потому что я говорю что вот вот этой емкости мало очень а у некоторых это батарея на нуле и даже есть какой-то дефицит потому что все время заставляют 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 и всегда есть напряжение поэтому это одно и то же мышление будущего да надя это одно и то же на английском это звучит иначе на английском это как 5 мыслительных стратегий будущего там и что в этом духе называется говард гарнер да и научиться дисциплинарно почему я говорила что у ребенка с аспергера до невролога а что случилось а дисциплинарный способ преподавания просто ну и и все пять под которые вы прочтете там этический респектологический присутствуют там в атмосфере да это творит чудеса моя знакомая у которой у ребенка синдром дауна по-другому начала обучать его читать пишет мне говорит это невероятно мы добились такого результата которого не могли добиться годами просто другой способ обучения я вчера только делал тренинг все четыре дня у меня был тренинг там про чтение я для родителей делала на двух языках и это вот этот дисциплинарный способ обучения и он творит чудеса для всех норма типичных не норма типичных это не означает что если вы воспользуетесь дисциплинарным способом обучение и будете взаимодействовать с вашим ребенком он расстанется с диагнозом я не могу вам такого гарантировать но я могу вам гарантировать что вы по-другому совершенно будете взаимодействовать с ребенком он будет расслаблен в этот момент что очень важно нервная система в принципе истощена у таких людей она истощена у нее нет сил сопротивляться давлению у нее нет энтузиазма я бы сказала так но исследовать что-то новое и поэтому с ней нужно очень бережно обращаться очень аккуратно обращаться без насилия и а чтобы без насилия понятно сейчас мы придем родители должны быть в ресурсе но тем не менее вам серьезно облегчит жизнь а вашему ребенку улучшить увеличит прогресс если вы прочитаете город гарднер великолепная пятерка или пять мыслительных на английском она звучит пять мыслительных стратегий будущего ли что-то в этом духе которая даст вам понимание в чем разница собственно говоря и нужно научиться еще так взаимодействовать и вы увидите большую разницу в этом а можно само обучаться дисциплинарным способом нам всем заходит дисциплинарный способ если вы понимаете что это такое и нет это не от слова сели ровно подняли руку говорим по свистку это совсем другая история ближайший это научный способ мышления ближайшие и он заключает себя там очень много компонентов включая удовольствие от процесса невероятное удовольствие от процесса ну и все о чем-то мечтают сердители учителя и мой опыт говорит о том что это прям хорошо работая на детей с разными диагнозами потому что они расслабляются им хорошо любой человек нас обманывали понимаете с вами когда говорили что учиться это напрягаться нужно серьезно к этому относиться мы хорошо обучаемся в игре до сих пор мы хорошо обучаемся в игре этому доказательства всякие тренинги которые в компаниях проводят такой в игровой форме геймификации каких-то процессов нам нравится там какие-то звездочки собирать виртуальные какие-то нам нравится вот этот вот весело прикольно и без напряга да и нас обманывали когда говорили что нужно напрячься для того чтобы получить знание лучше всего знание усваиваться человеком разные совершенно когда он расслаблен и например когда я учила педагогов одно из один из вопросов первых который я задавала какая главная задача педагога и мне все говорили научить привить помочь ну в общем там по-разному было говорил да но нет если вы не выполнить вот эту первую то все остальные ну как бы практически будут невыполнимы в результате этом длительных размышлений приходили к тому что нужно расслабить центральную нервную систему ребенка и когда мы умеем расслаблять центральную нервную систему ребенка очень легко подать любое знание ребенок не будет сопротивляться ему будет в кайф все будет хорошо и если мы сейчас уже затронули тему с аутизмом то расслабить центральную нервную систему ну или детей с диагнозами разными совершенно не норма типичные до детей с особенностями то нужно учитывать что один из главных факторов просто красной линии должно вас проходить над которым важно и нужно сосредоточиться тьюдором учителям родителям это как расслабить нервную систему ребенка как сделать так чтобы ребенок был максимально расслаблен и доволен и вот на базе этого уже сверху можно разные методики применять кучу всего пробовать и вы добьетесь гораздо больших результатов если это понятно напишите сколько можно сидеть за горшком ребенку с сдвг как и любом я же не знаю сколько лет вашему ребенку не могу пальцем в небо с сдвг будет та же история как с любым ребенком обычным пишите возраст пожалуйста я плюс-минус скажу возраст ну и нужно понимать что вы там делаете если вы постоянно тюкаете своего ребенка он взорвется быстрее поэтому не тюкать так что делать если ребенок занимает все время а делегировать некому это очень сложная проблема с которой сталкиваются и выгорают мамы особенных детей потому что если все время занят ребенком крайне сложно вообще хотя бы как-то переключиться отдохнуть и с новыми силами становиться опорой и делать то что нужно делать нашим детям у меня нет я же не бог у меня нет ответа на этот вопрос я могу сказать что было бы круто если бы там хотя бы несколько раз в неделю приходила какая-то няня к вашему ребенку и в и вы могли пойти просто ничего не делать никому не принадлежать однажды мы встретились в магазине просто с женщиной за столом кушали они мы разговорились не она рассказывает что у нее у ребенка дцп и что очень сложно приходится да и они с мужем там устроили так свой быт и свою работу чтобы сменяя друг друга смотреть за ребенком но все равно они поняли спустя какое-то время что очень важно перед вот на какое-то время принадлежит только себе поэтому к ним приходят няни на несколько часов я не помню два или три раза в неделю до и в этот момент они с мужем уходят они либо снимают отели просто спят либо просто любят друг друга либо просто гуляют по парку либо идут в какой-то кинотеатр там не так много часов чтобы было понятно но в этот момент они беззаботные такие же влюбленные классные молодые люди как были когда-то до того как их жизнь изменилась и под забирают все их усилия вот нам очень важно с вами понять что очень очень важно иногда принадлежит только себе способ как это можно организовать ищите пожалуйста чтобы там работу таким образом устроить или кто-то будет приходить на постоянной основе но хотя бы вы должны иметь чуть-чуть свободного времени для себя потому что вот эта перезагрузка позволит вам жить однажды я смотрела интервью жены супермена вот первый первый фильм про супермена здоровый классный потрясающий мужик получил травму перелом позвоночника у них двое детей и счастливая была семья и я помню много лет назад мне поразило это она говорит что я не справилась бы с этой ситуации если бы там дважды в неделю или трижды не помню не выходила на два часа из дома в этот момент я не мать своим детям не жена своему мужу не сидел ко своему мужу круглосуточная практически в этот момент я это я и я делаю только то что хочу я никому не принадлежу и это один из самых важных моментов поэтому пожалуйста попробуйте подумать такой категории что возможно ну как бы вы единственное что есть у вашего ребенка и значит вам нужно сохранить себя и иногда вы должны принадлежать только себе это сложно порой придумать как это сделать но начните думать такой категории что жить станет легче это не решит проблему но вам легче станет потому что вы устали давно позаботьтесь пожалуйста о себе вы заботитесь обо всех позаботьтесь пожалуйста чуть-чуть о себе следующий вопрос как выйти из аутоцентричной жизни в нормальную то как я только что говорил то как я только что говорил у вас должно быть какое-то время для себя не могут все интересы ваши быть только вокруг ребенка если у вас не будет времени для себя ваше состояние будет ухудшаться вы не можете быть вот такой вот радостный легкой классный многофункциональный с миллионом сил с ресурсом невозможно поэтому надо позаботиться о себе правда ли что дети с аутизмом не умеют врать им достаточно сложно понять эту механику но умеют если это дети с аспергера например да врут правда это очень видно что они врут но они врут как нормально высокофункциональный аутизм мы можем говорить об этом в следующем контексте вранье как и юмор да это высший пилотаж работы двухполушарий да когда мы можем говорить об абстрактном мышлении наивысших категорий во всех проявлениях многогранности абстрактного мышления вот и очень часто бывает такая история когда и обычно это люди не очень умеют юморить понимаете норма типичные мы не можем говорить что у всех там есть классный юмор и чувство юмора да нет у многих нету и с абстрактным не у многих сложилось потому что ну как бы мозг может в школу и ходил но это как-то на него повлияло но не настолько чтобы уметь мыслить там определенными категориями поэтому здесь можно сказать что порой сложно понять подоплеку того кто что-то говорит там да и чтобы соврать нужно провести сложную функцию для мозга придумать что-то еще выдать это так как будто бы это есть ну на самом деле и вот с этим могут быть сложности но некоторым доступно некоторым недоступны как и юмор некоторым доступен некоторым нет а у некоторых он специфический он очень крутой как правило ближе к черному такому но он очень специфический просто могут ли они быть полноценными членами общества обладателями интеллектуальной профессии если мы говорим о очень легком спектре расстройства да и при этом сохранен интеллект то да хотя вот прям что такое полноценные полноценные это скорее всего человек который может сам себя обеспечить в этой жизни зарабатывать деньги и тому подобное да я самого начала говорила что есть такие но это не всем возможно родителям нужно настроиться что с определенными детьми вы или кто-то другой будете постоянно потому что этот человек не сможет понять сложность и многогранность жизни вокруг не сможет себя обеспечить не сможет понимать закон порядок он станет даже если там есть речь даже если есть какая-то коммуникация да он станет часто жертвой обмана других людей которые воспользуются потому что они будут воспринимать его способ мышления как наивный и здесь есть нюансы но есть многие люди которые вышли из этого очень активный есть и кто к мамы одного потрясающего красивого парня с аутизмом он работает моделью вот он разговаривает размышляет вот и он работает моделью с ним его размышления очень интересно слушать то бишь есть вот как люди которые занимают высокие посты там в компании у них может сложности другими людьми есть но они способны вписаться в систему но это не для всех потому что если вы знаете это был какой-то вот мы говорим раз там или мы говорим аутизм и и и все одинаково у всех людей одинаково и у всех очень легкая степень и высокофункциональный аутизм тогда мы можем когда да 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 нормально вовки плюс-минус вы впишетесь в общество но это не так сложно вписаться в общество людям с отсутствием речи сложно вписаться в общество людям у которых намного сильнее выражено это два потому что общество не любит не таких общество достаточно сложно устроено в обществе ничего хоть мы и говорим например что дети это наше все да посмотрите как устроен этот мир что там для детей в этом мире сделано ничего начиная там от возможности в лифте кнопку какую-то нажать где-то вон там они будут они там где ребенок до до веса на который реагирует лифт до прилавка в магазинах выше роста ребенком до школ и детских садов которых часто детей посадят за вот такие вот столы они за маленькие снова и да не разрешат им бегать и носиться нарушая вообще потребности ребенка и до того как картинки висят для детей на уровне глаз взрослых и доска очень люблю когда интерактивные доски на высоте там вот такой вот от пола понимаете куда ребенок не достает а она же там для него или доска для написания этот ребенок на корточках пытается там куда-то достать в первом классе или втором то бишь мир не приспособлен и для обычных нормотипичных хотя весь мир заявляет что дети это все для детей нужно все но нет если мы начнем рассматривать туда не ходи сюда не ходи и уж тем более сложнее вписаться в этот мир всем кто отличается очень много злых людей очень много глупых людей очень много агрессивных людей которые невежественно невероятно я не хочу понимаете чем я сталкивалась когда-то мне приходили у нас в каждом классе или в каждой группе всегда были дети с особенностями всегда разные с разными особенностями вот их было два или три в каждом классе как правило всегда кто-то такой был и я встречалась с бунтом родителей определенных которые грели мы не хотим чтобы этот ребенок учился с нашим ребенком понимаете и вас никто не защитит от такого влияния я говорю до свидания дверь открыта раз вы не хотите взяли своего ребенка вышли вот и ну почему я должна предпочесть вас другому ребенку на основании чего но я сталкивалась с этим много раз когда родители прогибались очень многие школы не возьмут ваших детей не возьмут просто потому что это же заботиться надо это нужно обучаться думать как работать с такими детьми они не захотят дискриминация скорее всего встретиться вам на пути если уже не встретилась практически на каждом шагу в мире и если иногда мы можем еще увидеть там в других странах что включены включены люди с особыми потребностями в жизнь то в ряде стран вы встретите осуждение вы встретите сопротивление я помню как мне когда-то психолог одной частной школы гордо говорила мы не берем детей с гиперактивностью я сижу в этот момент и думаю и а ты помнишь какая у тебя функция ты помнишь вообще как называется учебное заведение школа школа вот и по идее она должна была бы принять любого ребенка но к сожалению вы встретитесь с этим муж поддерживал моих не поддерживал моих предложений принадлежать себе какое-то время теперь я начала заботиться о себе сама в стадии развода увидела сейчас благодаря вам марина что была в тяжелой депрессии и не могла понять этого и своим состоянием усугубляла не осознанное не осознанием происходящего и с мужем и его позиции сыну аутизму поставили в десять лет есть речь есть друзья есть взаимодействие в семье учиться в общей обычной школе наверное на индивидуальном обучении разные увлечения надо ли мне что-то делать да прочитать книжку про дисциплинарный способ мышления внедрить его в жизнь вашего ребенка сильно облегчить и ему в дальнейшем жизнь в принципе обучение и карьера возможно вот движемся дальше я ответил на вопрос могут ли они быть полноценными членами общества какие особенности как нужно учесть при обучении детей с аутизмом как я уже говорила у этих детей емкость очень маленькая вот нервная система перевозбуждена емкость очень маленькая но тут я скажу многие вещи которые подойдут для детей с сдвг с аутизмом и с возможно повышенной сенсорной чувствительностью до обычная говорю звуковой но тут я скажу вообще сенсорной чувствительностью потому что есть такие дети которым вот одеть вот такую одежду трудно и они не могут ни на чем сосредоточиться потому что им она мешает жить настолько неприятно и мало кто в мире понимает что это проблема да и если мы говорим про особенности обучения то многие врачи и психологи описывают что происходит там не в мозге у ребенка мы не так сейчас будем говорить мы внутри черепной коробки давайте скажем так на уровне восприятия шумов описывают как большое напряжение как большое количество лишних звуков внутри как невозможность ранжировать и присвоить высокий ранг человеческой речи например да и поэтому она мозгом может подаваться в искривленном мы же понимаем что наш мозг может играть в разные очень игры с нами и вот если мы разговариваем с другими людьми вокруг шумно мы все равно присваиваем высокий ранг важности этому разговору и мы можем сосредоточиться на этом то как есть много случаев когда у детей с аутизмом у детей с высокой сенсорной чувствительностью слуховой с у детей с сдвг возможно еще у кого-то просто я читала вот 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 такие описания научной работы внутри мозг играет в игру он не присваивает разговор с другим человеком высокий ранг важности и поэтому любой другой шум например там не знаю скрип чего-то мозг такого скрипит и не слышит что проходит мимо него поэтому когда мы говорим про обучение и я добавлю сюда детей с дислексией вот что тоже очень важно потому что я работала здесь лексиками это прям сильно помогало порой им сложно сосредоточиться и значит будет страдать обучение сложно сосредоточиться из-за шума все раздражают да поэтому очень важно хорошие шумопоглощающие наушники это будет играть огромную роль шумопоглощающие наушники в школе на занятии потому что кто-то не заметит что шелестит значит у кого-то тетрадка а для кого-то это самый главный шум который происходит и получается что он отвлекается и уже очень сложно вернуться в образовательный процесс нас учился мальчишка с дислексией потрясающе классный умный пацан вот и с дислексией очень важно понимать он он умнейший дисграфия в тетрадку лучше не смотреть но мозги золотые совершенно и и вообще очень классный пацан вот но вот по большинству признаков по которому будет определять успеваемость там красиво все написано не перечислить кляксы это обычное дело у дисграфистов могут занижать баллы но это неправильно да и когда например писал он контрольную работу как мы выходили из этого он не носил наушники но мы делали следующее он же дислексия еще ко всему да будь здоровы и получается что мы ему задание разрезали на маленькие части давали задание его не пугал вот этот большой текст он получал маленький восьмом классе он он нормально учился он хорошо успевал но порой когда ему было сложно успеваемость резко падала когда у него было там состояние вот сил полной бодрости до успеваемостью была на очень высоком уровне на очень на очень высоком уровне я понимала что эта история которая касается просто его состояние мешает ему что-то или нет поэтому например выдавалось небольшое задание он выходил в коридор где во время урока тихо очень садился на подоконник и делал это задание потом заходил обратно в класс брал следующее задание опять выходил в коридор и там дело потому что в классе для него даже шуршание ручки другого ребенка было тем что сбивало его с толку и когда вот как мама здесь одна писала что у ребенка очень маленький ну вот очень истощаемая нервная система то мы можем сказать об этом что это присутствует и у тех у кого сдвг и у тех у кого аутизм и у тех у кого дислексия и дисграфия есть еще миллион там наверное можно сюда привести и у нас учился ребенок с гидроцефалией вот тоже самое очень маленький порог вот емкость нервной системы маленькая она очень быстро истощается поэтому при обучении важно чтобы такие дети могли выйти в любой момент времени отсюда вытекает что учитель не может иногда выйти из класса с такими детьми нужен тьютер тьютер а еще задержка речевого развития у нас дети учились прям серьезный и туда же как правило если есть раз задержка речевого развития туда же будет и дисграфия дислексии может не быть а дисграфия как правило будет вот они должны иметь возможность выйти и если там например вот я чувствую перед глазами мне мелькают там мысленно образы до детей которые могли выйти просто посидеть и вернуться то есть с которыми должен быть постоянно тьютер потому что учитель не может оставить весь класс и выйти с этим ребенком а ему надо выйти потому что у него заканчивается его нервные силы в школах не всегда есть возможность выделить тьютер вашему ребенку либо вы платите за тьютера такой вот у моей клиентки сын ходил в школу и у него выучить вынужденная немота вынужденная немота это когда дома разговариваю с ближайшими разговариваю живенький а в школе молчу как рыба не соображаю хорошо учусь хорошо вот а он ну там один он лучшим в классе был но он не говорил и школы в америке пределила претензии родителям что ваш ребенок там типа наш учитель он не социализирован достаточно вы должны что-то сделать вашим ребенком а это давление опять повозвращаюсь любое давление будет плохо и это первое что вы должны помнить все что вы делаете с ребенком должно быть так чтобы ребенку нравилось нервная система расслабляется и мы можем тогда и знания давать и терапию делать и многие многие вещи начинают намного лучше заходить и намного более качественно давать результат так вот школа сказала что мы не послушала заключение психологов в америке не послушала значить мое письмо в эту школу и сказал ничего мы не будем тут делать но мы можем дать вам чутера который будет типа между ним и учителем чтобы вот так вот это было и стоило этот чутер это частная школа столько же сколько стоит обучение практически в школе чуть чуть меньше то бишь родители перевели в другую школу и в этой другой школе ребенок почувствовал себя по-другому совершенно и стал говорить не то чтобы он стал самым говорили в классе или самым громким но начал говорить потому что была учительница без давления ну и многое многое другое почему я об этом говорю любое давление плохо любой шум отвлекает мы такие разные вообще мы очень хрупкие создания люди с одной стороны очень компенсаторные с другой стороны хрупкие разное влияние на нас может по-разному совершенно сказываться соответственно сказала наушники шумопоглощающие наушники возможность выйти из класса когда нервная система истощена должна быть возможность выйти из класса посидеть где-то в тишине выйти на улицу для этого нужно сопровождение тьютера вот селективный мутином конечно но мало кто знает это название поэтому я говорю что это вынужденная немота вот потому что ну мы сейчас если начнем швыряться диагнозами так нас никто не поймет с вами понимаете если мы будем термины употреблять соответственно я стараюсь как-то сделать так чтобы было понятно людям которые не не знают терминологии наушники выйти из класса иногда нужно тьютера дать вот совсем недавно мне мама говорила что государственная школа какие-то программы предоставляю тьютеров поменяла 7 тьютеров 7 тьютеров поменять этот большой стресс для ребенка у ребенка раз он тут к одному еле привыкают и да и дальше сложно я видела разных а вот у меня один ребенок учился с тьютером про которого я говорила это одна история которую вот на немецкий день еще отправили и еще у меня было трое детей тройняшки родились до в другой моей школе учились и там другая история там одна у девочки аутизм речь частично сохранена частично вот только сохранена вот но с интеллектом все ок но при этом поскольку это уже намного более сложный случай да то нервная система истощается еще быстрее еще быстрее и когда она истощается еще быстрее то мы имеем следующий фактор что могут быть крики переворачивание стульев валяние на полу там и целая масса всего и должен быть кто-то кто с этим ребенком выйдет и даст ему возможность успокоиться переключиться восстановиться и потом обратно там зайти в класс понимаете поэтому иногда тьютера нужно обеспечить родителями я потребовала тьютера и родители стали ходить с тьютером иногда родители были иногда был тьютер вот сейчас читаю поэтому попробуйте обеспечить вашему ребенку тьютера если не дает школы или если дает но дает и он меняется это больше стресс для ваших детей и поэтому поклычь Сашу будь ласка эмба щупин подавившилась там потому что вы не знаете завысла что еще нужно понимать при обучении детей также сложно порою научить читать или подавить какой-то материал потому что наушники хорошо но они в принципе шумопоглощающие да и получается что а нам нужно чтобы ребенок еще слышал поэтому очень часто я рекомендую делать такую систему технари ее собирают наушники ребенку наушники человеку который рядом с ним два микрофона и система чтобы они друг друга слышали и тогда когда мы удалили различные шумы мы можем вот тут вот обучать ребенка чтению письму объяснять какие-то математические штуки когда его ничего не отвлекает его напряжение сильно снижается а значит способность к обучению сильно возрастает если это понятно напишите мне пожалуйста что плюс-минус понятно я смотрю дальше вопросы которые мне задали постараюсь отвечать быстро как минимум вот такие особенности нужно учесть что эти дети не способны часто высадить весь урок единственная кстати синя которая когда-то получила от ребенка а я больше там 17 лет проработала с детьми просто очень много поскольку так сложилось что у нас какой-то момент появились школы и часть моей работы стала с детьми там вот это как раз было от мальчишки которые выпустили на немецкий день и я что-то слишком низко наклонилась и он классный потрясающий но головой как бы одну меня это был единственный синяк который у меня был в жизни говорю с легкостью и гордостью потому что обычно я всем говорю не попадаетесь зная особенности не попадаетесь а у него очень крайне мало было таких проявлений они были слишком сильно обнять кого-то там сжать что-то но в целом в целом и крайне редки были и у нас были и остались класснейшие отношения но мой синяк был заслуженный вот идем дальше поэтому это не означает что нужно быть вот так это означает что нужно прямо ожидать что вам может прилететь что делать если ребенок читает но смысл прочитанного пока не понимает объяснять всеми доступными способами вот почти каждое слово нужно объяснять либо рисовать какие-то схемы либо идти в гугл и показывать картинки либо делать какие-то объясняющие манипуляции я недавно рассказывала вот на тренинге про чтение что написано что скелет должен придать нам всталу форму боже как это перевести на русский постоянную форму человеку придает да и ну что эти слова никто не понимает даже обычный ребенок но если использовать дисциплинарный способ преподавания то из этого вытекает следующее быстренько рисуем силуэт на листочке вырезаем его показываем силуэт человека со скелетом ребенку показываем этот силуэт рисуем скелетной линии но плюс-минус аналогии есть да вот все это соображают все абсолютно по скелетным линиям наклеиваем зубочистки даем ребенку сначала подержать этот силуэт и он не будет держать форму он наклонится мягкая бумага наклонится не из картона конечно делаем но из картона тоже можно сделать если в наш рост картон тоже завалится вот даже картон завалится но если вы по скелетным линиям маленькая наклеите зубочистки дадите ребенку он будет держать форму все все вот так понятно этот дисциплинарный способ мышления вот и никогда больше не не будет никаких штук поэтому вот все нужно объяснять без этого никак разными способами дисциплинарный самый лучший можно ли родителю избавиться от синдрома приобретенной беспомощности выйти из позиции жертвы обвиняющих всех вокруг можно это не самая простая история потому что это эмоциональная история эмоциональная история сложнее преодолевать ну как бы вот мозгами мы сейчас все понимаем но что тут ну говоришь все ты жертва не будь жертвой и тому подобное но не так все просто эмоциональная история всегда завязана гормоны если мы долго сидим какой-то эмоциональной истории и и все чаще испытываем эти чувства наш организм такой всегда готова служить клиенту и он будет выделять нам порцию этих гормонов и мы становимся ну как бы такими своего рода наркоманами определенной эмоции да и поскольку мы становимся зависим организм мы без нее уже нам плохо мы будем даже какие-то действия совершать чтобы нарваться вспылить там или еще что то сказать вот 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 я же говорила вот все все неправы одна и меня никто не понимает вот а это просто зависимость от узкого спектра эмоций организму все равно он будет выделять если мы зависли 1 2 3 и потеряли эту возможность переключаться из эмоций на эмоцию он нам будет постоянно продуцировать это состояние поэтому как бы мозгами все понимаю выйти не могу вот потому что этот ум этот ум последнего думательные которые у нас есть кора полушарий вообще полушарий формировались последними в эволюции формирование вот а эмоциональный мозг раньше был сформирован он более сильно на нас действует думательный ум тоже прекрасно действует но если эмоции там затмевают разум понятно даже мы же не грим разум затмил от молодцы мы грим эмоции затмевают разум и это уже одно это изречение говорит о том что эмоциональный мозг сильнее и чтобы нам выйти из этого состояния нам нужно вернуть возможность менять свои состояния выходить из этого в котором мы долго сидим переходить в другие до иметь шире спектр эмоционально лучшее что для этого работает это комедии комедии стендапа почему потому что наш организм помнит как быть в широком спектре он помнит это он настолько хорошо это помнит и он рад бы к этому вернуться что в таком состоянии значительно лучше живется ну просто ну раз ты так сильно хотел или хотела но я тебе всегда готова служить зависай в состоянии грусти и жертвы обвинения там и тому подобных страхов неверия и пятое десятое но а если мы начнем стимулировать нашу нервную систему юмором а юмор это единственный природный источник противодействия напряжению страху злости ну вы все знаете эти ситуации там вот-вот должен был вспыхнуть конфликт кто-то удачно пошутил и все расслабились если вы такое замечали напишите marine видели такое и не раз и это всего лишь подтверждение того что вот так на нас работает юмор сами мы его продуцирует в этот момент не способны но мы способны его поглощать и поэтому нам нужно давать мозгу стимуляцию 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 вот мы говорим про детей сразу сегодня про детей с разными особенностями с разными потребностями и я говорю что нужно стимулировать мозг нужно стимулировать тело реабилитацию проводить все вместе даст хороший результат нужно поработать там с питанием на кого-то лучше сработает на кого-то может не сработает искать другие методы но мозг и тело всегда нужно учить стимулировать вернее максимально стимулировать правильно для того чтобы она правильно функционировала до имел какие-то большие возможности и расслаблять вот здесь та же самая история наша нервная система помнит что такой широкий спектр комедии построены так что каждые две с половиной минуты мы должны засмеяться а стендапы построены еще круче каждые 30-40 секунд мы должны засмеяться вот и поэтому там еще чаще стимуляция получается и вот нам нужно убедиться что у нас нет депрессии убедиться шкала бека если средняя и тяжелая психиатры очень быстро и все и и туда и в надежные хорошие руки специалистов вот к врачам а если это просто вот мы зависли в состоянии просто усталость просто но не является депрессией да мы выйдем из этого не быстро не за день не за два не за три за полгода где-то за несколько месяцев станет значительно лучше вот если мы будем каждый день смотреть хотя бы по часу стендапа или комедия первые мысли когда у вас будут и что за бред зачем оно мне надо мне вообще не смешно вы продолжаете смотреть это просто ломка как у наркоманов так проявляется а то и стимулы уже пошли а гормоны пропитанные вот этой вот тревожностью всем остальным у нас все еще в теле и вот поэтому нам типа зачем мне это я только время трачу там но это не так вы нет это наоборот показатель того что работает работает или там мне все равно мысли таки работает просто там на десятом каком-то стендапе вы криво улыбнетесь на пятнадцатом стендапе вы дважды криво улыбнетесь за стендап на двадцать пятом стендапе вы рассмеетесь шутки от души на каком-то сороковом стендапе вы посмеетесь пол стендапа но к этому моменту жизнь вообще уже значительно легче для вас будет выглядеть и легче выйти из вот этого состояния жертвы видела такой не раз юмор максимально разгружает безусловно так есть еще и научные исследования которые доказывают очень многие вещи когда мы смеемся мы даже боли меньше чувством души обезболивающие выделяют снижается уровень кортизола снижается утром уровень адреналина но адреналин мгновенно начинает падать мы там готовы уже были морды бить и тут все разрядилось понимаете почти мгновенно так работает юмор это единственное естественное средство которое но там доступно нам который так круто работает вот расслабляет снижает тревожность снижает вот эту зацикленность мне плохо мне плохо мне плохо вот и постепенно выводит нас оговорюсь при отсутствии у вас депрессии понимаете поэтому вы сможете этом на юморе просто выехать раз вы выйдете на юморе вам станет легче вообще понимать что позиция ваша выбрана была неверно уже мозг начинает работать и что было бы круче намного если бы как-то что-то поменять жизни потому что вот так и уже какое-то количество времени живу ничего в хорошую сторону не меняется возможно стоит поменять подход к жизни взгляда на жизнь что-то в ней поменять и это единственное что нас выдергивает но вы сможете к этому прийти если вы спектр эмоций другой получите без этого никак можно ли скорректировать аутизм на уровне самостоятельно взрослого человека я уже говорила что где-то можно чуть-чуть скорректировать но если прям очень тяжелая ну например вот девочка про которую я говорила из тройняшек да она никогда не будет самостоятельно но она скорее всего сможет зарабатывать деньги потому что у нее прям да к всему гаджетам она самостоятельно там научилась монтировать делать она по-другому воспринимает музыку и она выдавала шедевры уже там возрасте 9 10 лет но она не говорит хотя хорошо усваивает языки вот она научилась читать вот но с разговором все гораздо сложнее и вряд ли она когда-нибудь так сможет понять вот как устроен этот мир для норма типичных людей чтобы стать полноправным членом этого социума с ней всегда кто-то должен быть быть кто кто будет ограждать ее от житейских перипетий и даст ей возможность но она будет зарабатывать это точно недавно видела девочку с аутизмом заговорила только в пять лет быстро учат языки очень красивая и с ней родители очень много заниматься мама просто мама невероятная вот и поэтому прогресс будет и возможно до уровня там сама мамку в жизни дойдет может быть нет но иногда человек даже может зарабатывать как я сказала но быть самостоятельным жизни не может а иногда может поэтому надо надо смотреть так поехали взяла ваш курс шесть месяцев назад для того чтобы сможем научиться юморить в одном поле не клюнул у него конек сарказм мы разные у нас у всех разные чувства юмора может не время еще подождите не спешите существует ли цифровой аутизм это не термин ну как бы это не медицинский термин это ну не некая такая фраза если я правильно понимаю речь идет о детях которые слишком много сидят в гаджетах и от этого ну плохо коммуницируют с миром вот не давайте гаджеты рано детям как на меня это не никак это в кавычках нужно брать цифровой аутизм в кавычках это не раз не аутизм это не диагноз это просто отсутствие нормальных коммуникативных навыков которые навыков которые не смогли сформироваться в силу того что как бы не с кем было особо их формировать и достаточного опыта не произошло опыт с гаджетами произошел я за гаджеты но обычно говорю что пожалуйста не переусердствуйте что до трех лет желательно вообще не давать гаджеты пидимы бы ласка до трех лет желательно вообще не давать гаджеты или там минимально три года это где-то час в день уже можно либо целиком либо как ну потому что они есть в нашей жизни ребенок и к ним тоже должен адаптироваться но неприемлемо если ребенок все время сидит там в играх в гаджетах до 13-14 лет неприемлемо просто потому что с этим намного проще у него всегда хорошее настроение а у мамы непонятно ли у папы или там у одноклассников здесь намного проще коммуницировать человек выбирает где проще как рыба где глубже поэтому это просто не сформированные навыки общения поэтому не переборщите с гаджетами но гаджеты не являются еще одиема да они классные здоровские потрясающе совершенно но должен быть баланс жизни и вчера беджа на тренинге по чтению со мной эмма была это наша внучка одна одна из наших внучек каких-то элементах она там участвовала и все видели как весело она там с чтением мы работали да весело игрой теперь так и жите мне хоть кто-нибудь что современные дети там их чтением не увлечь потому что они ну там другие совершенно неправда гаджеты интересные чтение может быть очень интересно нужно правильно подавать это другой вопрос вот поэтому я про то что ну как бы это такая история которая может возникнуть если не приложено усилия для нормальных коммуникаций как правильно использовать гаджет с детям с особенностями если от просмотра 20 минут у мультфильма у ребенка возникает гипервозбудимость нужно ли их ограничивать ну я не убирала багажет у современных детей тем более что нужно просто поискать контент который заходит лучше всего это первое второе например когда-то у меня был разговор с врачом аллергологом очень важным она говорит что даже если у ребенка непереносимость на какой-то продукт есть целая система как минимальными дозами дается этот продукт и таким образом организм ребенка адаптируется и у него не будет анафилактического шока если случайно где-то как-то съест и это может привести к смерти а вот минимальные дозировки там под наблюдением врача не приведут и защитят наоборот ребенка даже если изначально у ребенка сильная аллергия на что-то поэтому ребенка сразу возбудить может многие вещи и здесь тоже это не означает что то не надо давать это просто означает что вы знаете что это будет потом и нужно отдать время ребенку успокоиться потому что может он там радовался может что-то нравилось и вот таким бурным образом проявляет эмоции поэтому я бы не ограничивала но и понятно что как и любой другой ребенок не сидеть там часами но знать что вот потом будет вот такая реакция ну окей ну вы это знаете знаете это не значит что нужно заткнуть ребенка аналогию приведу как с пустышкой чтобы было понятно все пытаются чтобы ребенок успокоился не дай боже не возбудился да ну возбудился он от мультфильма и возбудился и что здесь такого но ничего здесь такого собственно говоря как возбудился так и успокоиться просто на это уйдет какое-то время да и все но для нервной системы это закалка это воспринимается как закалка но мы все пытаемся быстренько заткнуть всех а для него это способ коммуникации вот вот такое возбуждение он таким образом пытается коммуницировать и с нами и нам что-то показывает этим и другим моя знакомая у ее малой начинал плакать и она сразу же пустышка ему в рот игры стоять зачем она говорит ну он же плачет а ты выяснила причину по которой он плачет нет же это же он же не разговаривает он не можете полными предложениями что-то сказать не надо затыкать давай выясним причину давай попробуем как-то успокоить по-другому может он что-то хочет и собственно говоря она была поражена что легко и просто иногда не всегда но иногда успокоить ребенка без пустышки не надо закрывать рот это способ коммуникации понимаете не надо быстро гасить вот это вот поведение ребенка и делать вывод что не надо ему ничего давать такого в дальнейшем потому что он перевозбуждается так и мы часто перевозбуждаемся жизнь нас порой возбуждает так что теперь не жить что ли это закалкивать до организма все в порядке не не давайте часами смотреть но здесь нормально это нужно воспринимать как нормальную реакцию не знаю стоит ли внедрять второй язык если имеется задержка в развитии основного языка на мой взгляд да только делать это нужно весело прикольно и хорошо я видела детей у которых родной язык никак не сдавался английский они там брали легко и потом потягивался родной вот просто потому что ну где-то он проще где-то давление этого нет все же вот это нервничают родной не говорит или плохо говорит или там еще что-то у логопеда конечно нужно побывать многие логопеды скажут нет и будут неправы вот но нужно понять нет ли какой-то тут проблемы да ну порой иностранный язык дается намного проще родители там ставку на него вообще ни разу не делают давление снимается ребенок его классно усваивает и потом подтягивает родной вот но просто найдите классного преподавателя чем как приучить ребенка горшку у меня на странице романенко be happy в ютюбе и на странице романенко be happy в инстаграме есть буквально недавно я делала длиннющий эфир почти три часа как приучить детей горшку вот посмотрите для детей с раз любыми другими это все точно также просто возможно там не в три с половиной года ребенок самостоятельно чем ходить а в пять с половиной лет самостоятельно все будет но принцип точно такой же поэтому не нервничать пересмотреть эфир и научиться просто три с половиной часа там я говорю про ошибки про то как нельзя делать как нужно делать что чем совмещать чем не совмещать поэтому пересмотрите отвечаю на миллион вопросов как расширить вкусовые предпочтения я не пыталась бы я бы предлагала все время что-то но вы должны знать что вкусовые предпочтения закладываются достаточно рано потом они могут сузиться но сужается они часто потому что родителям там лень что-нибудь готовить или они насильственно начинают кормить детей и дети сужают еду соответственно здесь есть одно четкое правило кормить нужно голодного ребенка голодного вот это первое второе нужно соблюдать жилки жиры белки и углеводы в нужном сочетании хороший диетолог будет вам в помощь хороший диетолог будет вам в помощь только не диетолог который там курсы ведет в инстаграме ну может быть и такой я что же веду курсы в инстаграме но у меня за плечами там 25 лет опыта да вот живой работы там с детьми и живой работы со взрослыми людьми огромное количество дети только треть моей работы а две трети моей работы это взрослые люди вот компании бизнес там личностный рост и тому подобное найдите вот такого до врача врача диетолога у которого хорошие кейсы и вы видели результаты поэтому поговорите с ним пожалуйста но и он вам скажет что там нужно начинать с белков скорее всего с жирами там в первой половине дня можно фрукты второй перекус а потом нельзя на обед должно быть много углеводов вот которые долгие такие углеводы и немножко салата немного белка и тому подобное а второй перекус жиры белки и третьи жиры белки вот ну последний пятый вернее но и странным на уровне химии организма вот такая вот история посоветует что как расскажет покажет объяснит вот порекомендует потому что он знает химию организма понимаете химию организма и уже в этом соблюдая вот эту штуку вы как-то будете пытаться выстроить питание ребенка но опять же он должен быть голоден следующий момент иногда не вот такой вот помните говорила что есть повышенная сенсорная чувствительность и когда есть это она может быть разная она может быть на консистенцию во рту каких-то продуктов и она не пройдет поэтому насильно пожалуйста не делайте никогда никаких вещей исключите то что не ест но но исходя из жиров белков и углеводов замените другим которые содержат то что необходимо получить ребенку консистенция чего ребенку зайдет вот это очень важно понимать но насильно нет у меня как-то была мама которая говорит вот мой ребенок не ест не ест и вот от всего отказывается у него очень узкий спектр там продуктов и я его однажды там дала попробовать ему клубнику мне кажется и он потерял сознание в смысле как вы дали попробовать клубнику чтобы он потерял сознание она говорит что и вы думаете что это треш это не треш многие родители такие просто это по-другому и не все дети теряют сознание играть я открыла рот положила клубнику и закрыла и ребенок выключился выше его нервная система не собиралась принимать участие в таком процессе но я знаю когда детей привязывают я знаю когда детей насильно кормят я знаю когда детям на голову выливают там супы и каши все остальное кричат ругают за столом не выпускают никогда такого не делайте это все сродни одному и тому же и обратитесь к диетологу и скажите вот мой ребенок вот есть только вот это как я могу дать ему нужное количество жиров белков углеводов вернее правильно белки жиры углеводы вот так вот да чтобы он был здоровым и вот и думайте с такой точки зрения а не с какой-то другой чем чревато насильственное внедрение привычек пищевых бытовых и так далее заставлять кушать водить на горшок когда не готов насильно заниматься и другое поломкой задержкой развития любой стресс это задержка развития любой стресс а вот когда ребенок бурно развиваются вот такие вот вещи вы вы не знаете сколько вы забрали у своего ребенка пищевое насилие приравнивается к реальному изнасилованию теперь думайте помогают ли и по и дельфинотерапии нужно пробовать я знаю про мальчишку с дцп рассказывала там была и по терапии дельфинотерапия там был центр козявкина и многое-многое другое там был центр берсеньева который там основную какую-то работу сделал много родителей сделали вот пробуйте но вы должны понимать что на мой взгляд дельфины это опасно дельфины вообще ни разу не милые восхитительные товарищи которые спасают людей находясь в закрытых помещениях столь умные они умные понимаете часто начинают быть агрессивными поэтому с дельфинами я не уверена но я не рекомендовала бы вот потому что вы никогда не знаете чем закончится лошади более спокойные более контролируемые вы там рядом находитесь в общем лошади более контролируемая история и менее развитые что я имею ввиду лошади благородные прекрасные животные но интеллект у них гораздо ниже чем у дельфинов а у дельфинов интеллект приблизительно как у человека а это означает что когда он делает не то что хочет он будет сопротивляться вот если еще вас не убедила пересмотрите пожалуйста какое количество дрессировщиков было утоплено вот и убито дельфинами косатками там и другими китообразным в океанаримах и если можно не поддерживайте пожалуйста шоу с китами и дельфинами потому что это как нас бы на арену цирка вот с нашими мозгами ограничить ну и тому подобное поэтому вот и по возможно а вот дельфина я бы не рекомендовал дельфины очень жестокие вообще в природе очень жестокие даже у нас есть миф про то какие хорошенькие дельфины они жестоки это чуть ли не единственное вообще животное которое насилует там всех подряд вообще всех кого встретят ну реально вот всех кого встретят отбивают самку часто из у дельфинов и могут там круглосуточно насиловать там дельфины очень жестокие вот поэтому 10 раз стоило бы подумать вот над этим способствует ли занятий на фортепиано и других инструментах развитию когнитивных функций еще как конечно способствует мозг музыканта очень сложный мозг очень крутой мозг поэтому да это в любом случае будет способствовать развитию умственных способностей во многих направлениях там и вы не знаете где это пригодится но если идет надо это делать я ответила на все вопросы которые у меня были здесь у меня есть еще минуты 3-4 мы уже два часа с вами в эфире скажите мне пожалуйста если еще какие-то вопросы которые касаются этой темы я совершенно никак не подняла сейчас может быть я могу еще что-то сказать и что для вас возможно было ценным в этом разговоре напишите мне пожалуйста вот дает только возможное направление по которым может развиваться мозг это в японии ну хотя бы родители знакомят с тем как что может быть понимаете тут еще хочу сказать вот медицина протоколируется очень серьезно да и судовая система так работает что недовольный клиент может засудить клинику поэтому очень часто в этом есть плюс и минус что есть протоколы и многие могут воспользоваться протоколами минусом то что никто не хочет рисковать в моей знакомой укумы ребенок с дцп и они же она замужем за ирландцем по моему там нацать лет просто и там отказывались вообще лечить ребенка пенсию давали как какие-то там мини развлекалки давали а лечение нет просто потому что зачем пенсия у него будет всегда он никогда не встанет на ноги понимаете сказать украинке а мы немного другие и она привозила его в украину и каждый раз когда она потом на лечение когда она потом туда возвращал не делю вы что там какое-то чудо случилось ангрида чудо просто в украине побывал и попробовал целую кучу методов которые там вы не даете мне потому что вы боитесь что вас засудят они так честно говорят что если мы не дай боже что-то сделаем вы же нас засудите мы не готовы нести такие риски и многие исходят из этого мои знакомые у которого ребенок с синдромом дауна тоже в германии сказали что вот смотрите вот показали там 18-летнюю девочку которая мастурбировала при взрослых вот привели показали с семьей познакомили все будет в порядке пенсия будет все будет все будет в порядке а ее это напугало потому что это не то будущее которое она хочет для своего ребенка если не развивать если не вкладываться в ребенка мозг как он получит какой-то путь если мы ничего не будем делать но многие перестраховываются и поэтому особо ничего там делать не будут соответственно важно что можем мы как родители сделать и нужно понимать что ничего не делать нельзя надеяться что я сейчас все вылечу нельзя очень часто родители детей с диагнозом которые пошли риски улучшения они настолько устали за много лет что вот я помните про девочку разговаривала который там мышцы не работали с рождения к моменту когда я была восемь лет она говорит марин ну когда это уже пройдет игры никогда никогда у вашей дочери всегда будет там чуть запоздала реакция там на что-то еще что-то и еще минимум там лет семь вспахивать как мама не горюй вот прям до ее полного там взросления и вы устали и вы проделали колоссальную работу и вам говорили врачи что она вообще не сможет не ходить не есть не дышать там нормально ничего вы проделали колоссальную работу но уже хочется родителям так получить этот результат и мне хочется вам сказать что когда мы ждем 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 этот результат будет какая-нибудь обязательно такая же как я который покажется вам в этот момент может жестокой который скажет что даже продолжайте действовать не останавливайтесь продолжайте действовать потому что возможно никогда не будет результата но ничего не делать или не будет такого который вы хотите результат но ничего не делать нельзя и мозг для того чтобы он получил пути развития должен получить стимуляцию он должен попасть обстоятельства в которых у него есть эти пути развития а если поэтому я говорю горд гарднер дисциплинарный способ мышления вот и учитесь думать дисциплинарное действовать дисциплинарно взаимодействовать с вашим ребенком дисциплинарно как бы это еще сказать у меня в следующем месяце будет тренинг трехдневный там про дисциплинарный способ мышления для родителей обучаю родителей этому я не планировала об этом сейчас говорить но как бы вот этот эфир а я говорю не даст соврать мы с февраля планировали сделать с февраля и у меня такой плотный график что я сегодня там закончил вчера работу ночью сделала с утра этот эфир в необычное для себя время потому что я сказала окей давайте просто назначим дату просто его проведем но если вы прочитаете книжку вы будете нуждаться в том что вам кто-то объяснил как как с этим работать но вот в следующем месяце я делаю я с таким же успехом в феврале могла бы делать этот эфир и и у меня не было бы тренинга в следующем месяце так так совпало поэтому ну просто подумайте но книжку надо прочесть и мозгу нужно дать стимуляцию это очень важно и телу нужно дать стимуляцию хорошо работает медитации почитайте и узнаете больше от трансцендентальной медитации дети очень быстро обучаются она очень легкая не вы если вы не хотите там не религийный не заходите в религию воспользуйтесь инструментом просто дыхательные практики там различные хорошо заходит детям иммунитет повышается нервная система стабилизируется выравниваются очень многие параметры поэтому не упустите такие моменты йога очень хорошо заходит заходят разные телесные другие практики массажи если нет никакой там гиперчувствительности кинезиологи господи простите не могу выговорить кинезиологи вот для того чтобы расслабить тело максимально для этого с ним нужно много работать и максимально правильно нагрузить мозги вот у дочки было две попытки суицида в реанимации и в 8 часов в лечении в психиатрической больнице диагноз биполярное расстройство личности окончил один из классов хочет учиться в другом городе беспокоюсь вопрос насколько она стабильна сейчас и насколько она может биполярное расстройство личности очень широкий термин здесь могут быть очень яркие проявления без возможности себя контролировать им и нужно быть рядом с этим человеком и такие случаи потому что в мании там человек не помню что делает а есть люди которые там нормально с этим могут жить про просто они странно выглядят для других людей то пою радуюсь там несу и переделаю кучу что-то с постели встать не могу да поэтому здесь нужно спросить у психиатра что он вам посоветует благодарю за рекомендацию книги великолепная пятерка спасибо все очень ценно и про сдвг и про дисциплинарный способ обучения про жестокость дельфинов вообще отвал башки я просто готова слушать вас благодарю вас спасибо ваша наша цель быть лучше чем были наша цель может и не быть лучше чем были но жизнь бросает нам вызовы постоянно и мы не можем не реагировать на эти вызовы и вот точно мне хочется пожелать что вас никогда не опускались руки пробовать что это и но только вы сможете это сделать если вы себе позаботитесь пожалуйста позаботьтесь о себе вам легче будет сесть и подумать так мне вот сейчас нужно вот эту проблему решить а когда мы постоянно зацикленный как белка в колесе нам некогда подумать проанализировать отдохнуть мы хуже начинаем выполнять свои функциональные обязанности которые как бы еще вчера делали плюс-минус нормально и и от этого страдает куча процессов жизнь не устает подбрасывать нам вызовы на которые нам нужно реагировать мы не можем не реагировать ценно было то что у нас не других детей юмор может быть непонятный моему сыну дисциплинарное мышление при чтении про гаджи в при всем дисциплинарное мышление при всем при восприятии обработки информации любой способ обучения дисциплинарным способом обучения чтение привела просто как пример потому что моя знакомая начала с тренинга про чтение у нас такие результат которых не было а я умею преподавать дисциплинарным способом и я обучала всегда этому педагогов в родители потом обучала когда к вида начались и на родителей завалилась функция педагогов вот и родители такие марида что делать я сделала 3 в этом году он даже будет другой не такой как и дело раньше у вас доступ будет к прошлогоднему например если вы решите пойти и в этом году вообще по-другому будет подаваться поэтому возможность прям сильно будет расширить свое понимание как это применять про гаджеты книги великолепная пятерка дети тюфяки дети катастрофы да все родители с сдвг дети прочитайте дети тюфяки дети катастрофы потрясающая совершенно книга екатерины мурашовой потому что я помню что раньше приходили родители как-то понятно что они что-то скрывают это конечно у вашего ребенка сдвг такие что видно перепуганные а вы возьмете ребенка грима возьмем вот я понимаю чем идет речь мы умеем с этим работать вот потому что шифровались и я говорю вам сказали что-то вот диагноз вам что-то объяснили нет нам живите с этим никто ничего нормально не объяснял я всегда горела что дети тюфяки дети катастрофы вовремя вышедшая книга совершенно потрясающе настольная для многих родителей должна быть мне вчителя тякавый кожен комментарий як противаты с детками и зарезными особливостями як выховаты своих малятякам ска вопрос что делать сексуальной стороной взрослых аутистов наверное мне сложно ответить на этот вопрос все зависит от потребностей которые есть у этих людей иногда нужно купить в секс-шопе в вспомогательные какие-то штуки чтобы они могли если есть потребность удовлетворить ее ну то бишь нас заблокируют если я как-то это я сказала туши нельзя говорить вот поэтому просто смотрите по обстоятельствам вот можно обратиться к специалисту в этой области ну потому что наверняка они эти ситуации разбирали то что я знаю у кого-то есть повышенная потребность у кого-то она практически отсутствует поэтому на повышен нужно реагировать здравствуйте марина можете немного рассказать об интеллектуальном аутизме вы наверное имеете ввиду высокофункциональный как его говорят это все что с припиской синдром саванта и саванта это какая-то узкая специализация в которой чуть ли не гениальность может проявиться как я говорила человек посмотрел на карту и запомнил и может ее нарисовать а там может быть сотни тысяч деталей на этой карте а он посмотрел и абсолютно точно изобразит ее вот а аспергера это ближе к высокому очень интеллекту который позволяет выполнять специфическую работу ну например человек которого я знаю он там ас и бог в логистике вот в международной компании он там ей кучу денег сохранил этой компании за счет изменения логистики вообще ее перестроил вот но тем не менее и там и там могут саванта может быть аспергер и саванта могут быть вместе может быть только саванта может быть речь может не быть речи здесь мне нужно знать подробности почему про это спрашивать уж это по-разному очень проявляется вот че будут именные курсы самые для педагоги так вот это они вот этой вот которые будут в августе они раньше вообще первый раз они назывались там педагоги и не мама папы в общем педагоги и няни он назывался потом я назвала его как влюбить ребенка в учебу в этом году это будет называться мама там научи мне учиться вот в таком духе но за основу взят курс для педагогов и для педагогов это супер крутая вещь вы просто совсем по-другому перестроить работу с детьми вот ценно про пищевое и спира и избирать пищевую избирательность многие специалисты настаивать на насильственном кормили не говорят что это пищевая избирательность является насилием над родителями которым приходится всю жизнь под детей подстраиваться мне кажется что это очень злые плохие несчастливые люди вот эти специалисты а вот их бы заставили на ними вот такое произвели и они бы кричали потом на весь мир что так делать нельзя это я когда такое слышу мне всегда кажется что эти люди просто садисты с наклонностями садистов вот но просто нашли себе какую-то там профессию и говорят что так надо делать они не добрые злые поломанные абсолютно люди ну и у кого-то точно наклонность садистка и есть такие люди придумывают всегда штукнутый пряник только хорошо работает такая барышня на эфире я делал эфир как ребенка к горшку правильно отучить от подгузников и включить горшку да и я там зачитывала прям я по телевидению за человеком записывала надо наказать надо лишить надо чтобы он понял а она возглавляет центр психологии там это как и у нее есть звание хочется что-то сделать с таким человеком такие люди пробуждают нехорошие мысли ну первое что ты думаешь они просто очень злые злые несчастливые поломанные никогда в жизни не знавшие что такое свобода выбора что такое делать что-то в удовольствии они поскольку это не знают они транслируют это дальше в мир рассказывают о такие штуки насилие над родителями родители никто не насиловал когда они ребенка делали это не оправдание мы взрослые люди мы можем управлять своими эмоциями и у детей могут быть другие вкусы я говорю спокойно потому что например то мой муж любит борщ я тоже люблю борщ но наши дети больше любили бульон и поэтому на куриный на плиту ставился и борщ и бульон и это никакой не носили если ты к этому нормально относишься понимая что у всех разные вкусы у моей одной внучкины столько белки вторая ест любую яичницу наша младшая дочь есть только глазунью да вот я вообще предпочту перемешанную я не люблю желток жидкий вот мой муж съест глазунью и вот теперь представьте какое количество разнообразных там яичниц нужно на завтрак если там они на завтрак и тут приготовить и это нормально и это могу не только я делать это муж может стать и всем приготовить одна из дочерей или внучек могла стать и всем приготовить то кто что любит и это единственный нормальный подход лучше если вы любите там не знаю любите куриную грудку то не означает что другие будут любить понимаете и когда мы говорим о том что нужно гуманно подходить мне кажется столько лет гуманный подход в педагоге там пропагандируется он до сих пор негуманный когда вот такие вот специалисты про насилие говорят меня это я эмоционально на это реагирую потому что я за то чтобы к людям относиться человечна понимаете человечна а вот это не человечный подход и потом эти горе специалисты не будут понимаете в чем еще дело исследования показали что насильственное кормление приравнивается к изнасилованию понимаете сколько рпп было расстройство пищевого поведения у людей из-за насильственного кормления и тому подобное сколько потом расстройств психики потому что если это ляжет хотя бы хоть на какой-то есть там украинской пидгрунте а по-русски хоть какие-то там зерна были посеяны не знаю генетически у человека к расстройству какое-то психическому расстройству так вот это спровоцирует что на проявится а так бы жил себе человек без этого и может никогда в жизни бы не проявилась понимаете но эти горе специалисты не будут платить потом за реабилитацию этого человека они не будут оплачивать сеансы психотерапии не будете спокойно спать а вы будете иметь проблемы ваш ребенок будет иметь проблемы возможно по жизни не пособирается никогда возможно с трудом себя склеит а вот такие горе советчики очень хорошо спят их совесть не мучает и они не несут никакую потом понимаете не финансовую не юридическую ответственность за то зло которое они творят вот и все мое мнение такое вы думаете как вам будет спасибо за эфир цена гартнер создайте обучение для специалистов пожалуйста я работала зп 1 дцп синдром дауна ваше обучение для педагогов проходила в этом году светлана будет немного другим что вы имеете когда говорите создайте обучение мне мне нужен запрос если вы мне четко выпишите запрос там я хочу вот это значит вот это вот я могу научить это вот спасибо большое за вашу работу скажите пожалуйста если подросток 12 лет не хочет ходить школу научиться удовольствием как ей помочь найти радость школе надо ли ну возможную школу надо поменять возможно в эту не хочешь ходить а в другой нормально будет может какой-то специализированную крутую школу где там творческие способности проявится у нас немного другая тема поэтому я не хотела бы сильно удаляться какое образование лучше получить ребенку создавая семейные или посещать школу учителя его ненавидят дети вы смеют родители унижают сдвг на домашнем образовании сойдет с ума это это человек здесь у дюроцелями понимаете с родителями которые унижают перевести в другую школу там есть хотя бы быстрые быстрые учителя поискать поискать быстрые учитель спокойнее отнесется к сдвгшник ну потому что они всегда были сдвгшники были всегда вот но они не нравятся учителям это очень быстро и быстро дети вообще не нравятся учителям да дети высмеивают ну я не знаю сколько лет ребенку что там как поломали его психику уже родители потому что обычно такой ребенок не является предметом насмешек наоборот он является тем кто возглавляет тех кто насмехается над кем-то потому что это движ понимаете он там силу чувствует так я не я пропущу многие вопросы потому что я не хочу размывать этот эфир вот мне непонятен вопрос что можно порекомендовать для самостоятельного развития речи что вы имеете ввиду для кого и что вы имеете ввиду здравствуйте марина сына 34 не отвечает на вопрос на простые вопросы совсем при этом говорит поет песни но есть чаще вас производит услышанные в мультфильмах переживая кому обратиться за консультацию невролог и психиатр и очень быстро и еще логопед потому что это может быть сенсорная или моторная аллалия может быть даже две вот то что вы описываете поэтому как можно быстрее там давайте определимся педиатру вам все равно придется пойти невролог хороший психиатр хороший и очень хороший логопед и нельзя к одному одному сходить нужно ко всем сходить вот и как можно быстрее мне кажется дети едят интуитивно взрослые уже едят эмоциями не факт если ребенка поломали интуитивное питание закончилось в раннем детстве поэтому не факт так все давайте наверное будем завершать этот эфир я сказал что я не на все вопросы отвечу потому что у нас сегодня эфир об особенных детях да и о работе с особенными детьми поэтому я не хотела бы уходить на разговоры об обычных детях много эфиров делаю каких-нибудь других поговорим как работать конкретно с каждым видом без давления особенности таких детей светлана без давления единственный дисциплинарный способ заинтересовать заинтересовать вот без давления если вы специалисты вы работаете с такими детьми это единственное что заинтересовать за контачить с ребенком это очень важно чтобы расслабить центральную нервную систему ребенка способов миллион как это делать но это должны быть ваши пункты по которым вы движетесь как алгоритм если этого нет работать невозможно вы не добьетесь тех целей которые там могли бы быть поэтому всегда помнить что центральную нервную систему ребенка нужно расслабить перед работой это невозможно если вы не в контакте с ребенком вот ну и дальше через только через интерес через интерес 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 сын старше был гиперактивным ходили к психиатру и психологу сейчас ему 19 учиться на бюджете клинического психолога на надеюсь и приемную дочку реабилитирую возможно возможно ну то бишь нужно же понимать что и как там было вот до успехов вам можно ли самостоятельно развивать речь у невербального ребенка с аутизмом и кого порекомендуете это сложно запуск речи сложная история не все могут это сделать рекомендую анну анну павлову зайдите пожалуйста в инстаграм у нее в ютюбе наверное тоже есть но я в ютюбе не смотрю страницы а в инстаграм время-тремень смотрю она мне очень импонирует я очень многих людей смотрела которые хоть что-то говорят по этому поводу и это обычно через насилие она нет у нее ребенок с аутизмом и она же курсы выпустила Анна Павлова вот видите Анна Павлова как когда-то балерина как десерт Анны Павловой может так легче запомните аутизм вот и вы попадете в ее блог она классная реально очень много рекомендаций как что почему вот ее рекомендую в этом мире так мало хороших специалистов что нам всем нужно говорить друг другу кому можно пойти потому что если вы кого-то хорошего нашли действительно хорошего человечного при этом еще да то вы прям очень и очень почувствуете себя по-другому да вы не почувствуете себя одиноко вы наоборот поймете что вы не одна такая и что есть люди которые там нащупали как-то выход и ну нужно держаться вместе Анна Павлова аутизм найдите пожалуйста в инстаграм и наверное из того что мне понравилось потому что это прям действительно работало и мы так делали в школе не так круто как она сделала но тем не менее у нее ребенок аутизм и понятно что он все разбрасывал она говорит я поставила кодовые замки которые открываются пальцем вот и бардака в доме стало намного меньше что очень важно да а у нас в школе тоже были определенные там замки не не все можно было взять потому что все вот так вот начинала на определенные когда стадии находится ребенок с рас там или аутизмом тогда еще не был диагноз аутизм сейчас уже его убрали вот нужно просто уметь не допустить этот бардак чтобы не раздражаться там при уборке и стабилизировать как-то там направить взаимодействие ребенка там дальше поэтому забавная очень история вот с этими кодовыми замками на отпечаток пальца но очень круто в быту вообще и в том чтобы сконцентрировать ребенка на чем-то отвлекающих факторов нет то бишь я рекомендую смотреть она очень классно Анна Павловна вот спасибо вы и ваша команда делаете огромное дело спасибо большое держитесь пожалуйста объединяйтесь таким же как вы поддерживайте друг друга и обменивайтесь ценной информацией помните что чем человечнее мы относимся к детям чем меньше напряжена их нервная система тем больших результатов можно достигнуть но также человечно нужно относиться к себе потому что вы исчерпаемый ваш ресурс тоже исчерпаем поэтому сначала вы заботитесь о себе и через это у вас хватает сил на то чтобы хорошо правильно восхитительно делать ту огромную работу которую вы делаете уважаемые родители держитесь пожалуйста вы не одиноки до встречи